Друзья, всем привет! Здорово, бездельники, ПВ, Девианты, всем, кто смотрит Альфа-Медиа, мой канал Юрия Романенко, Арестовича. Всем привет! Я еще не в Украине, но уже в ближайшее время вернусь. На пути, так сказать, на всех парах несусь. В промежутках делаю эфиры. И сегодня, я думаю, у нас будет очень интересный эфир. Арестович традиционно у нас уже в четверг вместо пятницы будет. Илья Куса присоединится позже, где-то через полчаса. У него там эфир, он должен закончиться, он подойдет, и мы будем его тоже включать. Я думаю, вы не пожалеете. Вот. И я сегодня назвал эфир «Язвы войны», потому что в последние, последнюю неделю просто пошел такой накат самых различных тем, коррупционных, скандальных, ну короче, таких срачевых, да. И, соответственно, оно было бы глупо оставаться в стороне и не попытаться их рассмотреть, потому что эти темы имеют глубокий подтекст, а мы всегда по поводу глубины и по поводу смыслов, которые вышлиняем из и прочих всяких таких негараздей, которые постоянно отбиваются в нашей ныненькой Украине. Вот. И я предлагаю начать вот с чего, потому что это опять-таки напрямую касается войны. Вчера или позавчера всю сеть сколыхнула, значит, информация о том, что подонки, которые там были с женщинами, то ли эскортницами, то ли не эскортницами, то ли просто какими-то женщинами, которые, которых там затащили куда-то там и развлекались с ними. Они слили в эфир, ну в интернет смысле, они слили в интернет там видео, фотки, ну как бы показать, что вот таким образом они наказывают шмар, да. И их уже там задержали. Сегодня появилась информация, что их вручили, что им вручили повестки. По-моему, 6 человек получили повестки, включая их адвоката. А двоим там светит вроде срок, но пока юристы говорят о том, что светит им за порнографию, за распространение порнографии. Я сторонник уже легализации всего, чего только можно легализовать, порнографии, проституции, легких наркотиков. Я считаю, что нужно все, что позволяет легализировать вот эти темы. Это резкое уменьшение коррупционной кормушки, с которой кормятся все силовики, и, соответственно, облегчение нашего движения к построению нормального европейского цивилизованного государства в западном мире, который будет частью западного мира. Но вот эта ситуация, она, на мой взгляд, очень показательна. Почему? Потому что она затрагивает множество глубинных вещей. Вопрос первый. А является ли это наказанием отправлять этих подонков в СУ? Это же повторение, по сути, формулы Пригожина, которая используется с вагнеровцами. И эта формула дает очень конкретные зловещие плоды, помимо того, что против нас кинули этих всех уголовников, которых, понятно, как используют. Вы об этом уже все 250 раз знаете. Но есть другой аспект. Аспект, связанный с тем, что защита, в нашем случае, защита нашей батьковщины, защита Украины, вона выгадает, как наказание, как панишмент, в кажущей английской мове. При этом мы прекрасно понимаем, что запуск такой схемы, он приведет к появлению еще более зловещей схемы. Потому что уже есть информация о том, что вагнеровцы используют для того, чтобы просто выкупать криминальных всяких авторитетов из тюрем. На оккупированных территориях находят наших людей, которые попадают в лапы ФСБшников, и они сидят в тюрьмах. И потом вот этот криминальный авторитет, который хочет исчезнуть, не воевав на фронте, ничего, он дает бабки этого несчастного нашего гражданина, которого определяют как человека, похожего на вот этого вагнеровца, потом просто убивают, кремируют. И криминальные авторитеты получают новую жизнь, так сказать, биографию, чистую биографию с чистого листа, выезжай куда хочешь и живи как хочешь. Вот. Так вот, я так чему говорю? Я говорю это к тому, что если мы начнем создавать БДСМ бригады, как я их назвал, то я уверен, что у нас же тоже может появиться подобная практика в связи с теми язвами войны и с теми криминальными всякими пороками, которыми окутано наше общество. Но давай сначала вот, Алексей, первый вопрос такой, как ты вот вообще относишься к такой практике? Ну и собственно говоря, как ты смотришь вот на вот эту вот ситуацию с этими подонками малолетними, которые, которые вот продемонстрировали серьезную проблему? Мне кажется, что проблем несколько. А. Проблема отношения к женщинам. Б. Проблема не наказания за буллинг, за вот такой сексизм, за ну просто за правонарушения, связанные с нарушениями свобод другого человека. Вот. Потом запуск вот такой модели, когда их наказали, ну когда вместо наказания там, даже если их за партнографию там должны посадить, то ну 7 лет для таких подонков в тюрьме лучше, чем отправление их в СУ. Ну как по мне? Ты как считаешь? А. Нет, для меня здесь главная проблема, что мы не очень отличаемся от России. То есть у нас же, по сути, когда говорят, ну да, пусть едут в армию, на фронт, это же та же общественная идея, логическая, утилизация трэша социального через войну, через фронт. Отправьте таким неявным пожеланием, чтобы они там погибли и мы остались без этого. И мы остались без социальных подонков. То есть, общество в чем расписывается? Что мы готовы уничтожать своих членов, потому что оно считает это лучшим вариантом. Это нормально вообще. Это нормально вообще считает, да. То есть тут даже не дело, как говорят, что защита Родины, она у нас типа почетный долг, а вот когда списывают в армию подонков, они разлагают воинские коллективы, ну и не может быть почетный долг, не может быть обязанность, не может быть наказание. Это тоже очень важно, но это вот такая тема заезженная, тут все это понимают. А вот то, что социальные практики наши совпадают с российскими, только там они институализированы, централизованы у нас, типа на уровне общественного одобрения, вот это меня пугает больше всего. Ну, как пугает, в кавычках. И сразу возникает вопрос, а насколько сильно мы отличаемся от России реально? С такими вот вещами. Меня задело больше всего вот на этой неделе, когда записку о суде вот этой вот, ну, с пожеланиями, да, опубликовали. Куча народа полайкала, поддержала, посчитала нужным там что-то написать и так далее, и так далее. Россияне тырят нижнее белье, а мы выворачиваем нижнее белье, фоткаем нижнее белье, комментируем нижнее белье других людей и считаем это нормальным и предуседительным. Валерий Пекарь написал очень хорошо, он говорит, давайте вставим в уголовный кодекс две статьи, если то, что человек совершил, не является криминальным преступлением, но нравится народу, надо приписать криминальное преступление любое на выбор, которое нравится, квалифицировать как криминальное преступление по уголовному кодексу. А если он совершил криминальное преступление, народу нравится, что он это совершил, то, значит, можно снять эту статью по умолчанию, потому что народу нравится. Это очень опасная дорога. Мы вовсю потопали. Еще больше меня радует видео там, где, например, замелькали. Не совсем корректно иногда обращаются с российскими пленными. Я назову это так. Под улюлюка нет толпы. Часть из них, безусловно, российское ПСО. Часть из них правда. Подозреваю. В украинском коллективном бессознательном есть два черных архетипа. Как у любой нации у нас есть теневая сторона. Это садист и жлоб. Жлобам нынче легче. У него очень простая тактика. Ты берешь на вооружение патриотический лозунг и ты вечно правый в своем жлобстве. Все остальное твое жлобство можно оправдать одним патриотическим лозунгом. Ты 35 лет жлоб. Ты собираешься быть жлобом еще 35 лет, но ты писал патриотический лозунг, ты оправдан. А в случае чего можно сказать, ну вы же понимаете, это нарушение прав человека, уголовного кодекса вообще там, да, законы и прочее, прочее. Просто законов божьих и человеческих, этических. Он говорит, подождите, я в борьбе, я борюсь. Мне можно? И тут же обучу посмотреть. А им можно, а нам нельзя? Вот. И садист пока у нас не очень. Мы более-менее держимся в рамке, но они же ходят парой. Там где жлоб, там и садист. И нет-нет, эти нотки там проскальзывают. Например, в одобрении, да. Начнем с выкладывания телами российских солдат букв, там, да, вот это вот, весь этот тренд и прочее, прочее. И люди, очень многие умные люди ужаснулись тому, что происходит. Тенденции созревшие. Потому что, видите, они как снежный ком. Каждый день что-то появляется. И они ждали того, кто это озвучит. Вот Коля с Олегом Хомяком в прошлой передаче очень хорошо это озвучили. То есть, люди получили выражение, и они получили возможность поддерживать тех, кто это выразил. Не поддерживать, критиковать, реагировать. Потому что в социуме очень важен голос, который скажет, это плохо, даст этому оценку. И так далее. Вот я даю этому оценку. Это мало то, что плохо, это очень тревожная тенденция. А тревожная тенденция, это происходит из одной простой причины. Кто говорил? Павел Шеллин говорил, что война это всегда работа с тенью. И побеждает тенью в юнганском смысле, с большой буквы Т. Побеждает в войне тот, кто лучше интегрирует свою тень. Это не промышленность, хотя промышленность важна. Не армия, хотя армия крайне исключительно важна. Не действия руководства. Вот по большому счету, кто лучше интегрирует тень. Так вот, россияне отрабатывают свою тень сейчас. Худо, бедно, плохо ли? Плохо, конечно, сразу скажу. Ну, отрабатывают. А мы с удовольствием и гиконем начинаем в нее валиться. Чего не было вначале. Потому что когда выживание, там больше света в людях проступает, чем тени. И это крайне порочная тенденция. О ней нужно и можно говорить. Это элементарно. Мы тут про томогавки, про такмусы, про все остальное. А в армии не хватает 60-82-мм минометов, которые сделать это вообще ничего не стоит для государства. Их нету там. Ни минометов, ни мин. Тень. Это следствие вот этой истории. Мы, как государство и социальная система, не способны интегрировать свою тень, потому что не можем выбрать проект развития. Тень можно интегрировать, только выбрав проект развития. Россия в тупике проекта развития. Невозможно. Мы в тупике проекта развития. Невозможно дальше так развиваться, как мы развивались. И вопрос, что мы выбираем. И смотрите, по сути у нас борются два больших проекта развития. Первый проект развития – это моноэтническое государство. По польскому варианту. Второй вариант – это Соединенные Штаты Украины. Открытая, или то, что мы называем широким проектом. Открытая, самая свободная страна в мире. Со всеми вытекающими вещами, с интеграцией людей, возможностями идеи, сильной экономикой. Верховенством права и прочее, прочее. И мы в схватке сошлись не на жизнь, а на смерть. За то или за то. Но нет ни моноэтнического, ни Соединенных Штатов Украины. Существует только старая коррупционная рухлядь, которая ползет медленно и пытается выиграть войну в ситуации, когда в борьбе потенциалов, когда у противника потенциал больше. И если бы Запад нас не поддерживал, или вот так вот чуть-чуть сократил финансовую и военную поддержку, Солидар нам показался бы детским садом. Возникает вопрос. А долго мы собираемся в этой модели существовать? 60% бюджета Запада. Так это же надо задать, наверное, вопрос господину президенту. Ну, я вслух его задаю. К там всем. Президент само собой. Мне важно, чтобы мы все это осознали. Все, кто любит повыкладывать телами российских солдат шрифтом из тел, там труппы, поикать над этими самыми, похвалить в комментариях вот этих чуваков. Их же очень много поддержало. Давайте об этом говорить. Там очень много сообщений, что правильно, вы санитары общества, вы чистите там общество от шлюх и всякое такое. Потому что куча поддержки у них. Группа поддержки в Инстаграме, там, 75-й, 70-й. Вот эти все люди, чтобы задумались. Или те из них, кто способен задуматься. Поэтому иерархия проблем понятна. Нет проекта развития. Старая машина, она изъедена насквозь ржавчиной. Прежде всего, этическая ржавчина. Я процитирую Любомир Гузера, который четко сказал, что все наши проблемы – это аморальности, а все остальное есть следствие. Вот я как бы… И потом, мне не приходится удивляться, что у нас стырят на оборонке замминистра обороны, условно говоря, огромные деньги на крови. И все эти явления происходят. Потому что это блики аморальности, которые, сколько ни говори про ИПСО, сколько ни запытаешься замести веником и так далее, оно же все будет наращиваться все больше и больше. По одной простой причине. Потому что есть пределы заметания под ковер. Оно в какой-то момент перестает помещаться. А война – это как раз и есть такой момент. Так много всего, что уже под ковер не помещается. Вот сейчас оно начало выглядывать из-под ковра. Вопрос – мы будем об этом говорить? Надо говорить? Надо. Вот мы говорим. Но аморальность и отсутствие проекта развития очень четко связаны. Потому что, помните, мы с Датюком говорили, что новый проект развития – это прежде всего новая этика. Да. А у нас нет не то, что старой этики, у нас вообще этики нет. Мы сожрали ее с потрохами. Разменяли по рублю. Стырить на яйцах, стырить на минометах, стырить на беспилотниках, стырить на все. А потом, в конце концов, накачать девочек этим самым лекарством и выставить в Инстаграм. А что? И это знаки на пути очень аморального общества. Общество, которое как бы глубоко потерявшееся. В кризисе. В кризисе, да. И то, как мы проявили, и ладно бы это было в обычной жизни, оно было растянуто долго, но оно еще тем болезненнее смотрится на фоне контраста, который мы проявили в самом начале, когда война начиналась, когда было очень много света. А всякая аморальная падаль делала это тихо, либо сидела тихо. Либо бежала. Да, либо бежала. А потом оно стартануло. И такого будет больше. И более того, у нас даже власть начала чистки своего рода, в том числе с подачи западных партнеров. Она начала чистки, которые призваны там очистить. Вопрос это компанейщина или это попытки институциональных изменений или системной борьбы. Мы посмотрим. Но даже они понимают, что дальше так нельзя в отдельных сферах. Понимают. Да, понимают, мне кажется. Я теперь не власть, я не знаю, мне кажется. Что я хочу сказать. Проблема же не в том, чтобы арестовать чиновник. Проблема в том, чтобы на фронте оказался, в роте стрелковый оказался 82-мм миномет. Ободоливание 120-мм или 60-мм миномет. А это же труба с иглой внутри, понимаете. Это вообще ничего не стоит. И мины оказались. А вторая проблема, это чтобы когда доходит до вот таких фоток. Или до того, чтобы вывалить список желаний этой женщины. Как бы нас главы налоговой. Общество очень четко давало оценку. А общество само может дать оценку? Нет. Потому что общество это океан мнений и борется. Должны власти давать. Они должны пример показывать. Ориентирует. Одна из задач главной власти показывать образец. Чему надо следовать, потому что морально-этическую норму задает власть. Вот она ее начала задавать тем, что мы боремся с коррупцией и вообще всем капец. Я хотел бы увидеть результаты этой борьбы. Минометы на фронте, например, беспилотники и так далее. Поэтому пока приветствуем, а дальше смотрим за результат. Но то, что, еще раз повторюсь, глубина морального падения колосса. Все наши беды от аморальности и они тесно связаны с отсутствием проекта развития. Юр. Друзья, полайкать эфир традиционно. Мы уже 2700 почти смотрим человек. А полайкали всего 771. Как всегда, одна треть работает, две трети филонит. Поэтому лайкаем, не стесняемся, подписываемся, донатим, подписываемся на спонсорство. Распространяем самое главное, подписываем родственников, тещ, тестей, всех, кто еще не вовлечен. Почему? Потому что я здесь полностью с Алексеем согласен. Вот Виктор Кореневский правильно пишет. Тень вызывает насилие и конфликт в зрелых обществах. Эксплуатировался институт жертвоприношения. Очень схожи с нашим обществом, которое щиткозлово отпущение. Кто будет интерпретацией этой тени. И там выше тоже был еще Людмилы в комментарии. Вот я его хочу зачитать. Секундочку. Сейчас найду. Где она как раз написала о том, что вот это проявление такой деградации, поведение относительно женщин, это проявление деградации. И это имеет прямое отношение к поддержке нашей, к военной помощи и так далее. Поскольку те, кто защищают вот подобного рода поведения со стороны мужчин, да со стороны любого человека, который оправдывает вот насилие, в том числе такого характера, относительно индивида, вот. Он не в западном обществе. Для западного общества это абсолютно дикая, абсолютно дикая практика. Я имею в виду для современного западного общества. И это имеет прямое отношение к сегодняшней поддержке Украины на западе. Потому что русские будут обязательно брать подобного рода примеры и толкать все такие нарративы через социальные сети. Я сейчас в Европе. Вот я сейчас возвращаюсь в Украину. Я проехал несколько европейских стран, там общался с массой людей. И я могу сказать, что мы должны понимать, что война выматывает не только Украину, она и выматывает Европу. Просто это другое выматывание. Им, конечно же, сложно понять нашу жизнь, я не говорю военных, которые просто героически сейчас защищают Украину на передке. Но им сложно понять, что такое жизнь без электричества, что такое жизнь в промежутках, когда электричество есть, когда на твою голову падают ракеты, когда ты должен думать о том, как ребенок включится в условиях, когда там нет света, и так далее. Вот смотрите, в их картинке этого всего нет. Но в их картинке постоянно системно появляются российские нарративы, потому что россияне работают очень системно. Франция, Бельгия, где я был там, на Франции, в Германии. Они берут простые, такие понятные вещи и расшивают вот из того, что как бы заходит на европейского обывателя. А я напомню, что именно поддержка европейских обывателей, именно поддержка МАС весной прошлого года, она обеспечила включение европейских правительств в поддержку Украины. И мы понимаем, насколько это важно для Украины. Как правильно Алексей сказал, в 60-70% сегодня нашего бюджета, они наполняются за счет за счет наших западных союзников. И соответственно, вот когда начинают на различные сегменты европейского социума, во Франции, в Германии, в Бельгии, в других странах, вот вливать вот подобного рода вещи, берется, делается нарезочка, показывается. И дальше я просто говорю то, что я буквально слышал, то есть я коммуницирую здесь с разными людьми, и они рассказывают, что, допустим, немцы начинают говорить, что вот Зеленский там опять просит леопарды, да сколько же это будет продолжаться, вот, мы этот, почему мы должны за это платить. Я назвал им там 250, 250 аргументов, почему Германия должна за это платить, потому что Германия напрямую несет ответственность за происходящее, и потому что Германия понесет огромные проблемы, будет иметь огромные проблемы, огромные потери, если Украина рухнет, не дай бог, и потом пойдут еще там 10-15 миллионов беженцев в Европу, а потом из Польши пойдут, потому что русские займутся Польшей, и странами Балтии, и вся Европа просто будет захлестнута как бы этими волнами беженцев, этими проблемами, которые продлятся. Поэтому с этим нужно постоянно бороться. Так вот, для того, чтобы на нашей стране была поддержка, необходимо говорить языком западных нарративов, западных интересов, вот тех смысловых структур, в которых живет европейский обыватель. И вот пока наше общество не начнет просто жестко требовать наказания за подобного рода вещи, то никакой борьбы с коррупцией, никакой борьбы вообще, никакого-то прорыва не будет. И перспектив у нас не будет, поверьте. Многие почему-то решили, что уже все произошло, как бы вот нас взяли на буксир и будут тянуть до упора. Так нет же, вот дальше мы с Куса и Куса включится, и мы с Лешей в том числе будем разбирать вот как видят западные аналитики, которые из очень серьезных аналитических центров, как они видят будущее этой войны. И там есть нотки очень лицеприятные. Вот почему эта тема важна, понимаете? и почему это не просто об отношении к шлюхам, там вот каких называют. Да она может своим телом распоряжаться как угодно. Любая женщина, ну вот, я считаю, она может распоряжаться своим телом как угодно, и никто не вправе, так же, как и мужчина, кстати, и никто не вправе женщине указывать, что она должна делать, как и мужчине. и вот пока наше общество не научится принимать выбор другого, если он не наносит вред этому другому и вам, то у нас большие будут проблемы, поверьте, у нас будут большие проблемы по интеграции в Европейский Союз, в НАТО, куда угодно, в Большой Запад, о котором мы здесь постоянно говорим. В цивилизованное общество. Тут же проблема заключается в том, Алексей говорил на прошлом эфире, что россияне стремятся представить уже много лет эту войну, это противостояние как противостояние дикарей. Да, двух дикарей, да. То есть, мы дикари и они дикари. Ну, то, что они дикари, все знают, а вот то, что мы дикари, мы же получили такую хорошую прессу на старте действительно вторжения, как бы войны и так далее. Украинцами восхищались, украинцы несли свет, наша нация, наше государство, ну, не государство, а нация, в первую очередь, народ стал, скажем, модным народом, да, то есть, люди начали восхищаться, что вот где такие смелые люди нашлись в мире, они, как бы, они остановили этих злых варваров, а получается, что мы такие инфантерибуль, как бы, мы остановили, потому что мы такие же варвары, но проблема в том, что для вот этой цели мы годимся, но дальше нас желательно в этой комнате, как, ну, такого ребенка, которого не надо показывать, не выводить в свет. То есть, они на нас могут посмотреть, в чем проблема, они запад могут на нас посмотреть следующим образом, ну, типа, это как дети, инфантильные, дети прекрасные, обаятельные, от них просто, они излучают свет, но дитё может убить котенка, даже не строго, дети безжалостные, они просто жестокие, они крайне жестокие, ну, так может, пусть взрослеют где-то там, как бы, отдельно, а мы поможем взрослеть, в лучшем случае, и так далее. Для нас это вопрос жизни и смерти, вообще-то. По сути, в резервации, пусть растут в резервации. Мы не вытащим эту войну безжалостных. Серая зона. Слово «дикари» за эти 2 недели на Западе раздалось неоднократно, глядя на некоторые наши подвиги, Слава Богу, что далеко не вся нация такая, но я же говорю, проблема в том, что присоединение, это очень малое количество людей, проблема присоединения патриотической повестки. И вот сразу начинается, а шуш ты падла, это вот судья крала на крови, значит можно, вернее судья, а глава податковая, значит можно выкладывать ее желания. Господа, на Западе это читается совершенно иначе. Ну смотри, это дама, да и вообще человек. Нельзя выворачивать нижнее белье дамы, даже если ее ведут на эшифуты, понимаете, ну, просто вот нельзя. Хорошее желание, плохие желания, написано, не написано, спрятано, не спрятано, нельзя. Просто хочу обратить одно внимание, что ты же сейчас критикуешь в первую очередь получается правоохранительные органы, которые это сделали, раз. Конечно. Они скажут, я слышал такие голоса, они скажут, так это же доказ в криминальном упроводжении. Он очевидный. Она сама говорила себя, она призналась в том, что у нее был злочинный намер завладеть миллионом долларов. это же, а почему? Там же не написано, оставаясь главой налогов. Понятно, я казуистикой занимаюсь, да, сейчас, то есть, если мы говорим с формальной точки зрения, то... тут проблема в том, что это они делают. Меня всегда интересует общество. Понятно, что с отдельными правоохранителями сюда можно разобраться и так далее. Меня интересует реакция общества. Реакция общества, причем в лице ее там, из лидеров общественного мнения, которые вот так или иначе формируют, больше или меньше, меня шокировало. Ну, как это шокировало, привычно шокировало. То есть, такое сочетание можно использовать, потому что очень много людей, которые там, особенно женщины, ровно так ей надо. Давайте вот, значит, еще раз. А вот прическа, а вот платье, а все остальное. Ну, это ж... Это, с точки зрения коллективной психологии, это даже не этология. То есть, не наука поведения животных. Это хуже, чем обезьян. Понимаешь, да? И если наши думают, что этого никто не видит, так могу сказать, что во всех беседах с западным журналистом не было ни одной беседы, вот, чтобы мне не задали этот вопрос. И не только с журналистом. А у меня таких слов хватает. Ну, смотри, тут же тоже есть свои традиции в Европе. Есть газета The Sun, например, или Daily Mirror. Нет, ну, так мы же говорим, мы говорим о серьезных людях, которые формируют повестку, которая сказывается на нашем бюджете и военной помощи. Понимаешь? И тоже да, но при этом, при всем. The Sun, это всегда было, вот, в моей практике изучения медиа. Sun, это сиськи, да? Воскресные. 5, 7 страниц первые, это были сексуальные скандалы. Вот это то самое грязное белье, которое надо теребить. Там покупались истории, значит, проституток, которые, которым давали деньги, чтобы они соблазняли футболистов, которые потом, значит, смаковали под эти подробности. И общество это там любило. Да, общество любило и любит, но это не может быть предметом чего-то, элитарной политики, правильно? Понятно. Тем не менее. Или там, они, меня же, даже вот могу сказать, как украинцы, меньше беспокоят, что думает Запад по этому поводу, хотя поддержка коррелирует, не по этому поводу, меня интересует, что с нами происходит. Вот, когда улюлю кричат, очень многие, shame, помнишь, shame, shame, позор, позор, когда кричат улюлюк, она, как бы, но это, не очень хорошо. Поэтому, да. Тут, тут, тут же всегда можно задать вопрос, а судьи кто, вот понимаешь, и у нас же постоянно повторяется, вот эта вот ситуация, когда те, кто там судили, 10 лет назад, там, или 5 лет назад, потом, как только получается возможность взорваться до корыта, они, они почему-то воспроизводят такую же политику. Поэтому, я просто всем, кто хочет, я кажусь, украинскую новую кортеть, вот просто повыращат, и там, про курв, там, да, и, значит, и эти воные поганья, ну, я просто советую обратить внимание, посмотреть в зеркало, и подумать, являетесь ли вы сами для себя моральным авторитетом, и, правильно же хомяк говорил в последнем эфире, относительно того, что, ну, безгрешники, они, их, собственно говоря, не существует, и поэтому, когда у нас начинают, многие себя вести, так, как будто они, безгрешники, там, да, имеют право, там, на, абсолютно, где написано, поездка в Париж, и хочу миллион долларов, да, понимаешь, особый акцент на том, что я разделяю, условно говоря, и Леша, я думаю, разделяет, и Коля разделяет, мы разделяем, вот, собственно говоря, вину за то, что человек, там, будучи сотрудником налоговой, я не знаю, или сотрудниками на обороны, там, нанес какой-то реальный ущерб, мы все ненавидим ДФС, как бы, там, и то, что творит, там, гетманцев, через нее, там, да, вот, с налогами, накладами, все остальное, советую всем посмотреть вчерашнюю беседу Павла Себастьяновича, у меня на канале, на Альфа-Медия, ну, она просто великолепна, в этом плане, вот, но, поймите, что любой беспредел, он начинается с неспособности, как бы, определить зоны, в которые ни в коем случае нельзя входить, интимные зоны человека, как бы, там, да, физические, я говорю, там, да, интимные зоны с точки зрения его личной жизни, интимные зоны с точки зрения общественной жизни, потому что общество, не способное контролировать вот эти вот интимные зоны свои, оно постоянно подвергается легким атакам любой, там, как бы, ипсотам со стороны России, там, кого угодно, вот, потому что можно вытащить в этот момент все вот это грязное белье, вот, вывернуть его и привести общество в состояние вот этого вот экстаза, экстатическое вот это состояние, вот экзальтация чрезвычайной и потом разворачивать его в любую сторону туда-сюда как бы что с нами происходило на протяжении там всей нашей истории давайте назвать вещи своими смотрите в чем где начинается границы украины я вот люблю вопрос задавать они в голове начинаются границы украины начинается в голове потому что граница с россией не демаркирована и честно говоря здесь чисто вот совсем если придираться формально не понятно почему за этот метр степи надо воевать а за тот метр уже не надо здесь на донор это здесь еще не надо так вот граница границы государства эта проекция граница как тело лить как тело общество как это прямая аналогия с границами личности конкретного человека если ты не умеешь наружу защищать свои границы и нападать защита своей границ начинается с того что ты не нарушаешь границы другого человека этот опыт сначала в себе воспитываешь то ты не можешь защитить государство ты не можешь защитить общественную группу семьи вообще ничего не можешь профессию там профсоюз создать нормально работающий потому что ты не умеешь ты врываясь чужие личные границы ты допускаешь возможность произвола общественно по отношению к любой из сфер включая тебя лично и что даже одобряешь подписываешься под это можно я задам вопрос мы не дуже крутить смотри если бы была опубликована записка на которой написано хочу убить там кого-то это доказательство тоже нельзя распространять она сказала скажет что я роман пишу роман пишу хорошо ну где эта грань вот 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 завтра тебе больше скажу подожди а с каких пор и нас разрешено публиковать доказательство для чего избега уголовного дела это вообще государственная тайна простить ну как государственное следствие 17 а там тоже похожится próxima ну да это тайна следствия цена она охраняется государством не раз так вот что хотя разрешение следовать туда так вот ну хотя его личный 얻 Va combine хотелось бы посмотреть на стенане на него личный роз так вот к чему я хочу сказать что Фишка в чем? Чем моральность общества определяется? Тем, что мы способны защитить преступника. Да, глава этой самой подозревается в том, что она воровала на крови. Давайте дадим такую оценку у солдат у нас всех. Что бабушка из подъезда сдает с пенсии пятую часть, с 5000 гривен отдает 1200 на армию. А она на миллион мечтала. Но способность, класс общества, класс игры общества, класс моральности общества как раз и определяется в том, что они проявляют определенное, они могут охранить даже тех, кого они обвиняют. Преступник. Она еще не преступник, потому что суд скажет преступник. Но тех, кого мы обвиняем. И именно умение обойтись по-джентльменски с высокой моралью, с теми, кто к тебе вредил и всегда отличал европейскую культуру, христианскую свою основу. И это легло в основу нашего морального кодекса. Понимаете, да? Потому что, конечно, легко сохранять границы святых и королей, а вот падших преступников. Понимаете? В этом же проявляется истина. Если мы улюлюкаем на поталу толпе и говорим, а ну давайте вывернем белье человека, он же преступник, с ним можно делать все, что хочешь. Чем мы отличаемся от Вагнера? Группы Вагнера. Ничем. Завтра будет кувалда. Он же воровал у армии, да? Мы же кувалда, можно кувалдой. А что? Ну смотри, огромное количество людей требует расстрелов в этой ежедневности практически. Так подождите, расстреливать можно по-другому. Можно расстреливать человека, сохраняя его достоинства. Ну я вообще против сильно расстрелов. Я тоже против расстрела, но этот вопрос заключается в противосмертной казни. По сути, гражданская казнь, человека проводят через гражданскую казнь, когда он еще даже не обвиняет. Не, вернее, не доказано, что он преступник. Формирует общественное мнение о том, что он заведомо виновен. Это правда. Вот с этой точки зрения, как бы, она вот чисто юридическая. Это так. Это так. И лицо следователя должно быть предметом достояния общественности. Для меня важна общественность. Я только люблю градусники опускать в коллективное бессознание. Смотри, что там происходит. Ну там нехорошие вещи происходят. Поэтому, а это все целиком, понимаете? Ну вот давайте еще спроецируем, как этика становится практикой. Потому что кажется, что ну что там, этические категории, а не где-то в книжках Канта. Вот вам, пожалуйста. Ты не умеешь защитить свои личные границы, значит, ты не можешь защитить границы государства. Свои интересы не можешь защитить. Ты их не ощущаешь. Более того, ты подсознательно или сознательно допускаешь произвол в этом отношении. Если завтра тебя обвинят по обвинению, которым ты не совершал, то кого ты будешь винить? Юра, да. Смотри, ты очень важный элемент, важный момент захватил, вот, да? Потому что тут у меня в комментариях на телеге писали, потому что у меня там очень большая дискуссия на этот счет развернулась в моем телеграм-канале. Я кину ссылку сейчас чуть позже, чтобы тоже пошли почитали, кто не подписан. Так вот, там был такой тезис, что типа, смотрите, эти же женщины, они же не подали заяву там, да, в правоохранительные органы. Поэтому, ну, собственно говоря, и нет причины их задерживать. Так вот, смотрите, вот то, чем сказал Леша, что, это ключевой тезис, что наши люди, очень многие люди, они отучены, не приучены, правильно сказать, сами себя защищать, то есть, как бы, они не готовы идти в суд, не готовы писать заявление, потому что, ну, там, это предосудительно, это сейчас общество начнет тебя выворачивать, как бы, смотреть на тебя, как там на шалаву, там, да, если брать конкретный случай, вот, то есть, все тебя будут распинать и так далее. И с этого начинается моральный вот этот весь крах общества в целом и неспособность себя защитить, потому что, когда люди сами отказываются от самозащиты, то другие начинают говорить, ну, она же сама себя не готова, или он, там, сам себя не готов защищать. Это, кстати, касается буллинга, как бы, в школах, там, тоже, это такая же ситуация, это же все корни, как бы, они на самом деле оттуда, вот, наша общая, вот эта вот страшная советская, постсоветская реальность, как бы, которая нас роднит с Россией, вот, она же, вот, 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 вот эта матрица формируется с самого детства, и поэтому нужно идти защищаться, нужно идти в суд, не бояться идти в суд, защищать свои, значит, права, включать в это медиа повестку, объяснять, почему у тебя такие мотивы были, что тебя заставило оказаться в нужное время, в нужном месте, ну, если брать вот этих вот женщин там, да, вот, для того, чтобы общество проговаривало вот эти проблемы как проблемы, вот, честно, без, ну, вот, без какого-то вот этого вот детского инфантилизма, тут же правильно кто-то только что тоже написал, что то, что вот в этих дневниках этой женщины увидели, это же по поводу инфантилизма. Так, ребят, ну, так а с чего вы взяли, что власть ваша, наша, она отличается от вас? Я еще это ему говорил, не знаю, лет 10 назад там, что проблема же Украины заключается в том, что элита не отличается ничем от обыкновенного обывателя. Собственно говоря, наше сегодняшнее государство это обыватель, проворовавшийся на самый верх, там проворовавшийся, там, значит, вот, обосравшийся, потому что оказывается, что, ну, если в голове пустота, ты оказался наверху, тебе предъявить нечего, и, собственно, все, все, все мечты заканчиваются, там, покупкой Порше, там, или покупкой, как бы, какого-то, какого-то, какой-то земельной делянки, которая потом 15 лет стоит в ожидании того, что можно будет какому-то лоху ее продать, там, какую-нибудь Икею, там, сюда засунуть, там, и предложите, что ты купим, стридорого, вот, потому что это же земля, ты что, что, там, да, понимаете? Электричество заводу беспилотников из Байрактара, правильно, в результате? Да, 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 вот, давай разобьем эту тему, это, 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 это точно, это, это вот, как раз вопрос задавали, это же из этой же сферы, что еще не построили никакой завод, еще только начинают о чем-то говорить, но уже приходят из Облэнерго эти чувачки и говорят, давайте 10 миллионов долларов за то, чтобы мы вас подключили, подключили к электричеству, когда-то, как в этой Турции, там, это все делается за неделю-две, бесплатно. Смотрите, почему в Турции это делается и в Польше? Потому что у них есть проект развития, и у них логика понятна, все, что ведет к развитию, то должно, все препятствия должны быть вышиблены, и должен быть режим максимального благоприятствования. А отсутствие проекта развития в какую у нас ситуацию? В ситуацию мелкого собственнического интереса. Погружают, потому что не на что ориентироваться, не возникает большой этики, мелкие цели никогда никого не вдохновляли, никогда никого не лечили, в хорошем смысле этого слова. Мелкие цели – это дорога в никуда, в смерть. Большие цели, да, они и высокой этики требуют, и чем выше цели, тем выше этика. Если ты замахнулся изменять все человечество, человечество спросит, ну подожди, а ты сам как вообще? И ты будешь либо тянуться, либо проотвечаешься, понимаете? А если у тебя цель, чтобы тебе было хорошо, и ты кубышку захватил, то такая история. А теперь смотрите, берем чистую экономику. Обещали практические следствия из этики, народ же не понимает этого, какие практические следствия из этики, ну объясним, или не все понимают. Есть такая штука, как добавочная стоимость. Юра этот пример очень любит, знаю, я назову его, это хрень. Это там 26 сложных операций, начиная от чего? От сырья химического, или там до труды, которые там металл используются, и так далее. Причем она появится. Почему в Украине не делают айфоны? Потому что прибавочная стоимость – следствие доверия. Я должен поверить 26 посредникам, их профессионализму, их честности, и так далее, и так далее. А как можно верить людям, которые нарушают чужие границы и громогласно это одобряют, публично? Поняли, да, во что нам записочка обходится? Прямым следствием отсутствия этой записочки, вернее, радостным гейканем по поводу записочки этой суди, не суди, вернее, а главы налоговой, является отсутствие у нас беспилотников, отсутствие у нас чего? Отсутствие у нас айфонов, и все это, и то, что Турция, вы знаете, что Украина в 1991 году по стартовым позициям была по многим показателям в 2, а то есть в 3 раза превышала Турцию. Посмотрите на сегодняшнюю Турцию, посмотрите на нас. Почему мы спустили все это в унитаз, в унитаз, начиная с вооружения военной техники? Потому что аморально, потому что торговали собственной безопасностью, иммунной системой. Так вот, иммунная система начинается в головах, а иммунная система начинается с этики того, что я понимаю, этого нельзя делать. Нельзя. А если я это нарушаю, позволяю нарушать или поддерживаю, доверия не будет. То есть общество без доверия, это ничто. Общество соединяет две вещи. Сакральные символы, сакральное единство, например, по этике транслируем. Есть общая символика, мы в это верим, понимаем, что вот это вот хорошо, а это нехорошо. Что бы то ни было. А во-вторых, взаимное доверие. Но быть неэтичным обществом, обществом, которое одобряет, назначает козлов отпущения до решения суда, одобряет, яикает, затаптывает, заплевывает, доверия не будет. Потому что любой из этой толпы беснующийся прекрасно понимает, я не могу верить своему соседу. Не могу я верить своему соседу, потому что он завтра будет гикать по моему поводу, когда меня обвинят, справедливо или несправедливо. Какого хрена я с ним буду в длинные производственные цепочки вступать сложно. Был такой Лоренс, автор науки о поведении животных. Это логия называется. Он же потом как-то сказал, что наука о поведении больших людей, больших масс людей, должна не психология заниматься, а этология. То есть они ведут себя как животное. Но я считаю, что гидрология должна заниматься, потому что большие массы ведут себя вообще как жидкость. Ну, допустим, останемся на уровне этологии. Так вот он говорил, он за гусями наблюдал, он говорит, гуси не умеют дружить сами по себе. Чтобы подружиться одному гусю с другим гусем, ему надо прийти и сказать, вот смотри, вот этот третий противный гусь, давай дружить против него. И вот тогда будет повод для дружбы. Так делают маленькие детки. Вот они в 3-4 года, им часто трудно сойтись, но Таня с Машей может дружить против Наташи. Но они тоже маленькие детки. Так вот все большие детки сейчас в Украине, которые улюлюкают по этому поводу, дружат по этому же принципу, как гуси и как маленькие дети. А маленькие дети, внимание, не порождают цивилизации, не порождают цивилизационных прорывов и не выигрывают, слов, больших континентальных войн. Услышаны? Да, да, да. Не спрашивайте, почему нет минометов. Вот потому что вы репостите всякую херню и поддерживаете. Вот поэтому их там и нет. Смотри, у меня есть такая гипотеза, что вообще все вот это бурное оскандаливание информпространства, оно крайне связано наверняка с тем, что напрямую называется язвой войны и имеет отношение к зарплатам сегодня военнослужащих. То есть зарплаты военнослужащих очень так тихо. Им срезали премию, но повысили зарплаты. Срезали премию и оставили многих людей с голыми вот этими ставками. Я не знаю, повышенные. Но ставки их повысят сейчас. Сейчас будет повышение. Окей. Там не все так однозначно, это просто оптимизация. Но тут же проблема в том, а коммуникация? Кто будет это рассказывать? Да, вот как бы кто это? Где логика? И одновременно, чтобы этого не рассказывать, чтобы затушить в обществе поток будущей критики, возникают вот эти истории. Возникают записочки, которые понятно триггерят общество. Возникают девочки, которые ясно триггерят общество. И вокруг этого возникает целая огромная фоновая дискуссия. Так это что же? Откуда качество коммуникации? От этики общей. Откуда такая этика, отсутствие глобального проекта развития? Все одна и та же история. Нет высокой цели, нет высокой морали, нет высоких достижений. Все же очень просто. Прямая такая тройная цепочка. Простей некуда. Но на уровне гусей, которые дружат против третьего, против того гуся, пока многим непонятно. Даю. Смотри, Коля, во-первых, я думаю, что ты переоцениваешь способность нашего государства выстраивать вот такие вот просто сложные конструкции. Я там был пару раз, но могу тебе сказать, что они не умеют. Ну да, чтобы придут... Притушить вот это, значит, притушить тему, связанную как бы с зарплатами, для этого выпустить вот какую-то записочку. Поверь, все, ну все настолько тупо и просто, как оно... Ну вот, вот все, вот как... У нас, как правило, вот как оно выглядит, вот так оно и есть. Вот. Это во-первых. Во-вторых, вот здесь вот комментарий такой интересный я увидел. Помилково скидывать ответственность за суспильство, бо Чингисхан будувал империю из варваров, а в Украине материал для успеха набагато кращий проблем у лидеря. Ну вот, вот здесь как бы просто такая куча логических всяких как бы... Уособлением суспильства. Уособлением. Разумеется? Так вот, про лидер, лидер, вот смотрите, лидер, любой лидер в таком обществе, которое постоянно срется между собой, он будет очень осторожным, он будет 250 раз думать, а зачем мне бремя лидерства. То есть он будет думать о том, к какому астрахизму он подвергнется. Да, можно сказать, что лидер как бы, он на той лидер, чтобы как Данка идти, чтобы у него сердце вот это горело, он его вырвал, освещал путь. Но вы задайте сами вопрос сами себе, кто из вас готов вот как бы на такую миссию, хотя бы на уровне там борьбы внутри со своим внутренним ОСББ, или там в детском садике, или в школе, там по поводу того, какие шторы покупать там или еще что-то там, да? Вот, и я уверен, что ну очень многие люди не готовы к подобного роду борьбе там и быть Данка там и так далее, и так далее. Поэтому поймите, когда вы просто жарите друг друга, как вот эти вот уничшие мухи, вот эти вот, как бы азарные мухи, там, не помню какая, шестая, седьмая глава Заратустрия, вот, то вы тем самым убиваете себе как бы и лидеров потенциальных, потому что ну просто они не хотят заниматься как бы фигней в обществе, которая просто пожирает само себя как бы по языковой теме, что если так дальше будет продолжаться, то минус миллиончика полтора толковых людей, не потому что они не хотят говорить, наверное, по-украински, а потому что это вопрос свободы и притеснения. Все очень просто. Да, языковая тема, которую вот мы время от времени поднимаем, это же не вопрос языка. Мы все добро разговариваем, ведминно разговариваем, я думаю, украинскую мову там, да? Вот. Это вопрос свободы и свобод. И, соответственно, точно так же, как с вот этими вот как бы экскортницами, как их называют, точно так же, как с вопросами по армии, которые сейчас все рассматриваются. Вот все в конечном итоге упирается в свободу. Какое пространство свободы способно генерировать общество? И как это общество, это пространство свободы защищает? Ведь это очень простой критерий. Правильном направлении мы идем или нет? Наше пространство свободы расширяется или сужается? Если оно сужается, ну, то значит у нас, в общем-то, дела начинают идти в худшую сторону. Если расширяется, то наоборот в лучшую. Понимаете? Вот. И вот тоже новости сегодня считаю, что там какой-то преподавателя в каком-то вузе уволили там за то, что там и спельнота студентская, значит, и преподавательский состав задоволен, что там прибрали его чи ей за то, что он размовлял языком агрессора, там, и это, ну, это не потребно нам сегодня, и так далее, и так далее. А я отвечу так, смотрите, да, проблема всех этих, вузов, вузиков заключается в том, что сотнями они скоро будут закрываться, они не будут нужны, по одной простой причине. Абитуриенты все уедут за границу, уедут учиться в Европу, потому что это целесообразнее, это решает кучу вопросов, родители будут просто, ну, как бы смотреть на эту ситуацию и, ну, думать о том, чтобы дети там были в более, более, как бы, в комфортной, благоприятной, мирной, самое главное, среде. И будут отправлять детей туда, вывозить вот просто с тысячами, десятками тысяч, это миллионы уже, как бы, там оказались. Так вот, еще чуть-чуть, и эти дискуссии не будут иметь никакого значения для всех этих патриотичных студентов, патриотичных выкладчиков, потому что просто не будет, кому идти в цих, в эти, значит, в высшие навчальные заклады. И они все, патриотичные эти все выкладчики, они опинутся на улице, будут, ну, подметать в улице, чем в Европе, кто в Европе, кто в Украине. Потому что что они будут выкладывать, кому они будут выкладывать. А лице их зараз не турбуе, ну, взагалі, вислово, взагалі. Главная проблема, дилемма Украины сейчас, в чем заключается? Мы ее невольно сформулировали, уже четко, можно коротко изложить, что мы все хотим свободы, и наша национальная идея – свобода. А свобода начинается с того, что мы предоставляем нашему соседу свободу быть кем-то и реализовать себя так, как он считает нужным. И не вмешиваемся, а помогаем в идеале. Не вмешиваемся, а помогаем. На этом стоят Соединенные Штаты Америки. Самое свободное общество, которое было построено когда-то в мире. Ты можешь быть кем угодно. Если ты придешь к людям в галстуках, воспитанных, которые говорят на upper classes English, там, я не знаю, в драной одежде с оракезом, с тобой будут общаться ровно точно. Они про себя могут думать все, что угодно, но общаться они с тобой будут ровно точно так же уважительно, оберегая твои свободы, права и так далее. Потому что они дают тебе право быть кем угодно. А теперь скажите мне, может ли Украина быть самой свободной страной в мире, о чем мы так мечтаем, за что мы так сражаемся, при таком количестве запретов на самопроявление и на то, чтобы быть кем-то. И в постоянных нападках на людей, которые пытаются как-то кем-то быть и как-то проявляться. Конечно. На любом материале. Да мы одно из самых деспотичных обществ, которые только существуют. Токсичное. Токсичное и деспотичное. А куда Ю родился? Ю родился на связи. Он должен был оценить этот спич. Вот она идея. Понимаешь, мы деспотичное, токсичное общество и кричим про свободу. Она невозможна. Психологически, могу вам сказать, как человек, который трошки увлекается психологией, психологически установление собственных границ личности, я-образа и своих путей достижения целей, жизнь, оно начинается с того, что ты перестаешь наезжать на других. Это технически невозможно ощутить свои границы, защитить их, пока ты нападаешь на других. А теперь посчитайте совокупный объем нападений в сутки, которые у нас друг на друга украинцы. О какой свободе мы говорим? Каждый раз, товарищи, желающие свободы, когда вы кого-то осуждаете, вы кладете еще один кирпич в стену, который отделяет нас от свободы. А мы когда осуждаем этих товарищей, что мы делаем? А мы критикуем самих себя. Я же не говорю, что они плохие, а мы хорошие. Мы критикуем явления. Мы говорим чисто по-христиански. Человека не критикуем, критикуем явления. У нас в обществе есть негативные явления. О них надо открыто говорить. Это есть свобода, указывая на опасности. Есть такая старая пословица. Мне на преподавателя по инженерной подготовке деминировать учили. В училище приходил дядя, преподаватель говорил всегда, профессионалы, когда начинаем крутить эти мины, он говорил, профессионалы отличают обостренное чувство опасности. Меня отличает, нас всех отличает обостренное чувство общественной опасности. Куда некоторые тенденции, которые выражаются. Он скажет, ну подумаешь, записка. Нет, это выражение тенденции. И обостренное чувство как раз и заставляет говорить, вести предупредительные разговоры заранее об этих всех вещах. Потому что, когда будет не заранее, когда это поймут все, будет уже очень-очень поздно. Мы ожидали, что ты включишься, и твое гимнатическое баяние не будет нас прямо за столом. Ты вот взял и пришел. Я просто рад, потому что я рассчитывал на то, что он придет, и мы переписывались про это. Сейчас Илья внесет академизм. Сейчас мы ренд корпорейшн будем разбирать, а не вот это ваше все на непостики в Фейсбуке. Ну давайте. Илья, ты готов к... Да. А вы начали? Мы судили самих себя за моральность. Но мы точно не про то, что ты готовился слушать. То есть я прям не в тему, Максим. Мы пытались деликатно тебе сообщить, что у нас была отличная беседа, пока ты не пришел. Ну это раз уж пришел, давай говори, чего что. Хорошо, да, извините, надо что прерываю вашу беседу. Нет, ты не прерываешь. Я бы очень хотел, честно говоря, подвести какой-то итог относительно предыдущего вот этого целого большого куска. Я все равно, мне кажется, очень важным проговорить зарплаты военных, потому что реально военных трясет. Людей, которые относительно военных, переживают, знают с ними, общаются, трясет. Они начали, это все происходит публично, реально, при этом публично обсуждаются все эти записки хреновые. Я надеюсь, что Министерство обороны скоммуницирует верным образом и объяснит, что теперь происходит с зарплатами военных. Почему? Потому что формально зарплаты поняли. Формально люди получили меньше денег. Сколько на руки будут получать. Да, они могли получить в одном месяце, сколько там динамики и так далее. Но то, что военные говорят много, мягко говоря, нелицеприятных вещей, это хорошо известно. Да, и как бы, ну, прямо вот считают, что их прямо обманули, мягко говоря. Снова-таки. Смотри, смотри, давай я прокомментирую, потому что Алексей осторожен, а я могу себе позволить, как бы, там неосторожно сказать. Вот смотри, поведение Алексея говорит следующее. После 14 января, после 14 сичня, вот когда на Алексея вывелось все то дерьмо, ему кричали, как бы, что там, повыне комментировать в Веськове, эксперты, а люди, какие повязаны с Минобороны, они повыне давать, значит, соответствующие комментарии. Вопросы, которые касаются армии. Так вот, я думаю, что Алексей нам вот с таким поведением, он как раз говорит, что у Минобороны есть прекрасные спикеры. Вот, все эти люди, которые в любой момент, в любое время дня и ночи, способны прекрасно прокомментировать, развернуть, объяснить любую эту проблему. И поэтому вот пусть они ее сейчас прокомментируют, объясняют, потому что Алексей сейчас к Минобороны не имеет никакого отношения. Вот и все. Потому что, понимаешь, вот сегодня мы видим, что у армии появился очень серьезный коммуникационный кризис. Вот, поскольку невозможно уже спустя год, практически после начала войны, делать вид, что у нас все без проблем, что у нас идеальная армия, что, ну, что типа, как бы, все, все, мы идем правильным курсом, у нас все хорошо. Нет, друзья, так, 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 такую позицию занимать неправильно. Потому что неправильно с точки зрения общественных интересов, а вот здесь включаемся мы, то, что говорил Алексей. Потому что мы как раз как колокольчики по поводу общественных интересов и по поводу того, что, где мы видим яд, который разрушает общество. Вот. Так вот, сегодня налицо коммуникационный тупик. И это прямой призыв, как бы, вот к спикерам от Минобороны, к спикерам от ЗСУ, что разъясняйте ситуацию, в которой действительно мне тоже звонят, пишут, масса людей спрашивают, что это за фигня. Вот. Я говорю, так вот сейчас вот ждем, ждем разъяснения Минобороны. Очевидно, они нам все разъяснят и сделают, как всегда, это очень эффективно. А на нас не посыпаются камни, что мы опять что-то не то сказали. А вот на самом деле вот оно так, и они потом с другой стороны выползают и показывают, как оно вот так вот. Нифига, ребята. Вот теперь вот разгребайтесь этими завалами сами. Вот мой комментарий такой. Буквально один тезис важный, мне кажется, его нужно прям проговорить, чтобы соединить все наше содержание. Относительно дискуссий про историю, про то, что военные в тылу будут теперь получать меньше, развернулось огромное количество травли самих военных этим же самым обществом, которые тут они травили одних, тут других, тут третьих, и тут наконец-то добрались до раздражителей военных, которые, значит, начали требовать уважения к своим правам, уплату денежного удовольствия в том объеме, который был. И они начали просто там рассказывать, что так, ты ж тыловой там жук, сидишь где-то там, и еще и требуешь нифига себе и тому подобное. И слушай, это уходит корнями в то, что лучшие офицеры в армии должны тренировать сейчас на полигонах. И больше получать. И во всех учебных подразделениях всегда название выше штатно-должностная книга. Потому что, ну, например, командир роты в войсках это старший лейтенант-капитан, а в учебной роте это майор. И так всегда было. И то же самое, люди не понимают, как устроена современная армия, как она воедет. Давай немножко скажем про это. Как устроено современное армия? Смотрите, американская армия всегда гордилась тем, что из 100 военнослужащих 28 идет в бой и непосредственно видит противника. Из 100? Да, из 100. Из тех, кто идет в бой, вот эти 28, ничего не стоят без тех, кто их обеспечивает. Они не просуществуют ни дня. Они отстреляют свои 6 магазинов, и на этом война закончится. Минут за 15. Со всем их героизмом и со всем остальным. Как бы и так далее. А сила армии, это в тыловых подразделениях, начиная от логистики. Вы представьте, что такое, нету дня украинского военного логиста. Вот есть день связиста, день пехоты, день танкиста, вот нету дня. Вы представьте себе, сейчас 12 видов артиллерийских систем, только западные эксплуатируются. Танков сейчас приедет разных, с разными мануалами, БМП, машины и так далее. Вы представляете, что такое обслуживание этого хозяйства? Сколько они перебрасывают, сколько они рассредотачивают, потому что по ним же бьют россияне. То есть их профессия непосредственно связана с риском для жизни. Все, кто складирует припасы, перевозит там и так далее, они желанная и главная цель. От диверсантов до этих самых, до ударами ракет. Мало того, что они рискуют, мало того, что это тяжелейший неблагодарный труд, потому что ты не запишешь из Бахмута видео, и все скажут, вау, давай тебе денег задонатим. Потому что ты ловик, понимаешь, да? И так далее. Я уже не говорю про, например, людей, которые в штабах работают, людей, которые управляют беспилотниками из Киева, ударными беспилотниками. Такие есть тоже. Они в Киеве сидят, они и тыловики. Только они наводят на вражескую технику непосредственно. Людей, которые аналитиками работают, людей, которые сидят, распределяют бухгалтеров военных, и до военных оркестров, которые играют огромную роль, потому что имеют военную специальность соответствующую. Потому что это что? Это символ. Армия вокруг сакральных вещей сосредотачивается. Они в человечестве сопровождаются, по крайней мере, в восточной, вернее, в западной культуре сопровождаются определенной символикой. Флаг, оркестр, гимн и так далее. Все эти вещи. Это все машина, она работает. Любой профессиональный военный, знаете, как очень легко опознается? Очень легко. Он никогда не скажет, да, ты же связист, штабной и так далее. Потому что он понимает, как машина работает, и где он будет без этого связиста и без этого штабного. Даже если он там увешанный нашивками заранения и медалями ветерана, и орденами. Он просто понимает, что ему конец без связиста, который, да, остался в тылу, там, что-то крутит, какой-то провод, там, чем-то еще. Или без штабного аналитика. А непрофессионалы очень легко опознаются по измерению линейкой, был ты на нуле или не был там на нуле. Понимаешь, да? Вот это сразу видно, это непрофессионал. Он может провоевать 8 лет, но он непрофессионал, потому что у него нет профессионального кодекса ценностей, и картины мира профессиональной нет. Я называю, есть военные, а есть побывавшие. Тогда побывавшие. Даже если они трижды герои все отвоевавшие, они не военные. Они не понимают, как это работает. Но если этого не понимают очень многие люди в погонах, отвоевавшие 8 лет, то чего мы ждем от общества? А теперь вопрос, а что такое настоящая коммуникация с обществом, со стороны военных? Может, им надо разъяснять эти вещи? Что не надо травить людей в старчах или на раве русской, в 12 километрах от польской границы. Потому что, во-первых, по ним бьют ракетами. Во-вторых, они и готовят тех, кто будет воевать. Они складируют, они распределяют, они делают огромное количество работы, без которой ничего. Оборона Бахмута не просуществует и дня без их работы. И вообще вся наша оборона. Этого нет, им не разъясняют. Пользуясь этим, возникает вопрос, а какие надбавки? За что ты, сволочь, получаешь 30 тысяч свои сверху? Ты же ничего не делаешь. А то, что ему в голову может прилететь в любой момент, это не считается? Да, конечно. Я спрашиваю, вы знаете ли вы, что такое грузить боеприпасы подо Львовом, не говоря о том, что это тяжелый физический труд, ожидаешь, что каждый минуту, секунду может прилететь, либо взорвется заминированное, либо еще что-то. Шахиды никто не отменял. И то, что они редко прилетают, во-первых, в начале войны они летели очень часто, во-вторых, и сейчас летят. Это же не отменяет самого риска профессии. Потому что каждый раз, подходя к этому складу с боеприпасами, ты делаешь моральный выбор. С риском для жизни их грузить, понимаете? Вот этот моральный выбор и должен оплачиваться соответствующим образом. И символический, и содержатель. Материально, и идеологически. Но люди этого не знают, не замечают. Хорошо, я вам еще одну специальность дам. Вот такая есть девочка-повар, которая каждый день готовит на 100 человек здоровых мужиков еды. Одна. Ну и с помощником, который ей дали. А ну-ка, девочки, на 11 месяц подряд на 100 человек готовить еду три раза в день. Кто говорит о военных поварах, например? Ну типа, это что там, еду готовить никто не рискует? А ну, сейчас. А просто физический труд. Как Светлана Алексеевич, когда войны не женское лицо, она поместила рассказ про женщин, которые обстирывали армию. Потому что в шиши вот эти все остальные, армия 12 миллионов человек. И кто-то же это все стирает. Представляете, тогда в полевых условиях, без стиральных машин, зимой, летом, найди, скипяти, постирай, с овшами этими разберись, там, дай, верни это белье. А попробуй не верни в сталинские времена, вовремя сдам на белье. Это руки, стертые до костей. А теперь внимание. А надо им давать медали? Без зарплаты таким людям. Я бы им давал иногда больше, чем тем, кто на линии фронта. За мужество. Проявленное. Потому что надо иметь мужество. Пойти туда, где тебя никто не оценит. И делать свой тяжелейший кусок работы, молча, и остаться в безвестности. Понимаете? Вот эти люди, они сделали свой моральный выбор. Офицеры тыловых специальностей, над которыми там все ржут и так далее, они сделали свой моральный выбор. При всем уважении к тем, кто сражается на линии фронта, эти люди имеют очень большое внимание от общества и очень большую часть символического капитала они на себе сосредотачивают. А эти же, типа, тыловые бездельники. Ты когда идешь по улицам Львова или Новофранковского, военной форме, на тебя как смотрят? А в тылу отсиживаешься, правильно? А то, что он пашет, как я не знаю кто, и никогда не будет ничем доотмечен, общество не поймет, какую работу он сделал. Более того, на него фукать будет. Это чего-то стоит? А он же делает эту работу. Делает еще как. И вот это вот такие искажения, это от того, что он слишком много заметается под ковер, слишком много не хочется освещаться. Вопрос, кто и как это должен освещать? И что является истинной коммуникацией? Как бы, да? Как-то так. Я думаю, это очень важный кусок, очень важная часть. Спасибо тебе, что ты потратил на это какое-то количество душевных сил. Понимаешь, я никогда не был на тыловых специальностях. Я как раз вот все время... А иногда очень туда, понимаешь, да? Но у меня глубокое уважение к тем людям, которые работают в ТУО. Глубокое уважение. Я знаю, кто они, сколько там профессионализма, сколько там самоотверженности и так далее. Далеко не все военные имеют возможность позировать, как Арестовича в телевизоре. Понимаешь, да? Они пашут и навсегда останутся безвестными. Но я знаю, что не было бы никакого Арестовича, если бы не они. И близко. И в живых, может быть, меня не было, если бы не они. Так вот, я считаю, что они про них должны знать, про них должны сниматься фильмы. Надо показывать в репортажах, что вот тыл работает. Награждать надо. Понимаешь, да? Зарплаты надо давать и прочее, прочее. Соцобеспечение. Рассказывать обществу, что это не меньшие герои, чем те, которые на этом... Ну, где она? Коммуникацию это? Простите. Давай идем дальше. Давайте идем дальше. Следующему блоку, вот по поводу которого мы вытащили Илью Кусу. Да, потому что на протяжении последних там вот нескольких дней, вот так вот... На протяжении последних дней появилась масса таких как бы новостей, которые там традиционно огорчают нашу публику, которая хочет быстрых побед. Ну, то есть там, как с танками в свое время. Вот после каждого Рамштайна ждали танки, танки не давали, не давали, вдруг дали. Вот, все начали радоваться. Теперь вот заявили, что там штаты заявили, что я в 16-е не даду. Ну, пока не надо давать, да? Вот. И начинается как бы у нас люди биться, что до коллижа, вот обещали, не дадут. Сейчас там опять появятся фанаты Лендлиза, которые начнут кричать, что где Лендлиз? И в таком ключе там, да? Но, но, если серьезно, то вот, допустим, там было заявление, по-моему, сегодня с утра, сейчас я даже посмотрю, заявление ЦРУшника по поводу того, что война может затянуться. Сейчас я его зачитаю, секундочку. Так, где ты, 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 ты? Так, секунда. Секунда, 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 секунда. Так. А, вот она, да. Пентагон, Пентагон заявил, что не верит способность Украины вернуть Крым в ближайшее время. Политика об этом написала. Значит, заявили четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США во время засекреченного брифинга для членов комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США. Сообщила здание Политика. Непонятно, что привело участников брифинга к такой оценке, отмечает издание, но по словам трех человек, которые непосредственно знают содержание брифинга в четверг, Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь способность вытеснить российские войска с временно оккупированного полуострова. Четвертый источник заявил, что брифинг был более двусмысленным, но суть остается неизменной. Победа Украины в наступлении с целью отвоевания незаконно аннексированной территории не гарантирована. Все четверо источника попросили анонимности, раскрывая детали засекреченного брифинга. Среди участников брифинга были Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор по вопросам операции объединенного штаба. Мы не будем комментировать закрытые брифинги, а также не будем говорить о гипотетических возможностях или спекулировать на потенциальных будущих операциях, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг. С точки зрения способности Украины бороться и отвоевать свою суверенную территорию, их превосходные результаты в отражении российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя. Озвученная оттенка переклюкается с тем, что генерал Марк Милли, председатель объединенного комитета начальника Остабол, намекал в течение последних недель. Я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень сложно военным путем изнать российские войска со всей оккупированной Россией территории Украины, сказал он во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины и Германии 20 января. Это не означает, что это не может произойти, это не значит, что этого не произойдет. Но это будет очень-очень трудно, добавил лог. Вот. И, ну, естественно, у нас вот как бы сразу у многих начинаются эмоциональные качели, что это значит, означает, что мы не сможем вернуть Крым, означает, что у него сможет вернуть Донбасс, там, и юг, и так далее, и так далее. Да это означает, что война, друзья, будет долго. Это прежде всего нужно принимать. Вот. И вот по этому поводу Рент Корпорейшн, такой один из самых больших уважаемых синтенков в США, издал недавно доклад большой, достаточно по поводу, по поводу перспектив войны. И вот я Илью Кусу попросил, чтобы он посмотрел на этот доклад, потому что он достаточно пессимистичен вот для украинцев, для многих украинцев. И вот мы вокруг этого построим нашу дальнейшую дискуссию. Илья, тебе слово. Что в этом докладе, о чем идет речь? Он разделен на две части, ну, я его разделяю на две части, логические. Первая часть, это до выводов. Там вообще никакой зарады нет. Вообще, честно говоря, если бы не было вот этой всей, вот этих наших, в основном, фейсбучных вспышек, вспышек чего-то, я бы не узнал о нем никогда. Потому что я, ну, я рент читаю иногда, но я не отслеживаю тоже. И, честно говоря, это не самый сильный из их докладов. Ну, то есть, ну, доклад, вся часть, которая до выводов, там просто описывается ситуация по Украине, значит, что война, скорее всего, затягивается, затянулась, что, привет, открытие Америки нет, да, то есть, мы все это прекрасно понимаем, что там Украина, там нет никаких разночтений по поводу позиций там Украины, то есть, все, все как, ну, то есть, Украина воюет с Россией, Россия незаконно напала, у нас были успехи, такие-то, ну, то есть, просто описывается в целом ситуация, ситуация с Россией, с Украиной, с санкциями, с военной помощью, которая, в принципе, и это описание, оно более-менее в пределах того, что Штаты говорят каждый день, и вообще, в целом, в пределах понимания ситуации в западном информационно-аналитическом пространстве, которое мы неоднократно освещали вот здесь, когда у нас были вот эти обзоры прессы. Да. Вторая часть касается выводов. Их три основных вывода, которые делают авторы. И они, мне показались немножко, мне показались они слабоватые и странные, но они, вот, и они, наверное, они вот составили вот эту зраду, которая у нас появилась в соцсетях. Что они предлагают? Значит, ключевой месседж доклада, Штатам надо избежать длинной войны. Угу. С точки зрения интересов США. Угу. Здесь ключевой момент вот этот. Вот, я думаю, что здесь, то есть, у нашего общества, те, кто возмущались докладом, мне кажется, проблема была в том, что вот надо переключить в голове кнопку и вот рассматривать его с точки зрения, этот доклад писали американцы для американцев, не для нас. Они не писали его для того, чтобы нам рассказать о наших интересах в этой войне. Авторы его писали, они описывали свое понимание, что такое интересы США в контексте войны России и Украины и как их нужно достигать. И они там буквально пишут, что интересы США где-то, конечно же, во многом созвучны с интересами Украины, но не везде они совпадают. И есть как бы свои моменты. Что они предлагают? Они считают, что втягивание Соединенных Штатов в длинную войну, которая может растянуться на годы, десятилетия, это плохо, этого нужно избежать. Они описывают риски. Почему это плохо? Риск ядерного противостояния возрастает, риск втягивания стран НАТО возрастает, война становится все более экзистенциальной. Они констатируют, что она уже экзистенциальна с точки зрения России и Украины. И из-за этого очень сложно говорить о мире и вообще о любых переговорах, что правда, в принципе, я тут не могу ничего сказать, как бы, да, так и есть. И они считают, что длинная война будет отвлекать Соединенные Штаты ресурсно, политически, дипломатически от других направлений. Читаем Китай. Там в одном месте, в двух местах упоминается Китай. Много об этом не говорят, но он прям красной линией, типа у нас есть другие приоритеты, есть еще регионы, и вообще есть глобальные интересы США и так далее. Что они предлагают? Как избежать длинной войны? Есть там три момента, которые, мне кажется, вот они могут показаться зрадой большой. Значит, первый момент. Авторы предлагают создать единый согласованный стратегический план предоставления помощи Украине, военной в том числе. Значит, по их мнению, сейчас помощь калибруется в зависимости от ситуации. Ну, то есть, условно, ну, как я понимаю, как я понимаю их, как они понимают, как в эту ситуацию, то есть, они видят так, что собирается условный Рамштайн, ну, перед Рамштайном определенная предварительная работа проводится, они смотрят, какая ситуация, и исходя из ситуации, решают, что давать, что не давать, в каком объеме и так далее. Они предлагают, что, возможно, стоит перейти на какой-то план на год. Вот сказать, вот в этом году вы получите, там, в первом квартале, ну, я так понимаю, там они не так не описывают детально, там, первый квартал тут, во втором квартале вот это и так далее. Значит, и самое интересное, ну, мне это странный аргумент, почему, потому что, и самое интересное, они сами об этом пишут, что, конечно, есть негатив вот такого плана, он не позволит Соединенным Штатам быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Ну, правильно, то есть, да, то есть, так оно и есть. То есть, минус этого, минус того, то есть, с одной стороны, то есть, они предлагают сделать ставку как сейчас. Вот, как бы, вот это первый, первый вывод. Он касается абсолютно Штатов, то есть, их внутренние структуры управления этими процессами, то есть, по большому счету, я бы это интерпретировал так, что они предлагают взять ситуацию с поставками под еще больший контроль, сделать эти поставки предсказуемыми, в первую очередь, для Украины и России, потому что Россия тоже будет понимать, что вот есть там такие-то поставки, да, и как бы, все понятно. И таким образом, и увеличить, там они пишут про транспарентность, прозрачность вообще всего этого процесса. Но это, опять же, тезис, который задвигают последние полгода все, демократы, и особенно республиканцы. Второй вывод. Они считают, что военную и помощь Украине нужно в какой-то момент привязать к переговорам. И вот это ключевой момент. То есть, они считают, что, значит, надо в какой-то момент начинать думать над мирным процессом. То есть, нельзя продолжать вести войну, вот эскалацию, ради эскалации, без какого-то понятного эндгейма. И так как Украина и Россия не готовы самостоятельно принять решение о начале переговоров, надо каким-то образом их мотивировать. Подтолкнуть. Подтолкнуть, предлагается, привязав, вот, условно говоря, Украина, давайте вот, начинайте там какие-то переговоры, вот тогда-то. Если вы не начинаете, тогда там начинается калибровка военной помощи. Они не предлагают ее уменьшать, сокращать, резко отменять, они не считают, что это катастрофически будет, но как-то вот, то есть, использовать это просто как инструмент влияния или воздействия или давления, как угодно. Вот. Дурацкая идея. Вообще, то, что ты сказал, что там странное, то как бы, да. Ну, вот я же говорю, это просто вот то, что я думаю, вот это и вот это это одна идея, которая одна из тех, которая вызвала, вот прям, да. Но я еще раз подчеркну, это одна из идей, которую предлагает с точки зрения интересов США. Так там же логика понятна. Прозрачность им нужна для того, чтобы риски снизить. Ну, понятно, да. А эскалации в том числе или в первую очередь, а привязка для того, чтобы управляемость сохранить. А то получается, они говорят примерно следующее, мы кидаем огромные ресурсы и не имеем управления. Конца и края. И не управляем этим всем процессом. Ну, в этом есть логика. Причем авторы там, в этом разделе, они, чтобы подтвердить свои слова, они приводят цитату, ну, якобы цитату, там, как бы, тоже закрытого брифинга Марка Милли, который обозначил, в прошлом году у них был тоже закрытый брифинг в Пентагоне, и он подавал специальный доклад по поводу ситуации в Украине, и он обозначил, ой, точнее, это было в октябре 21-го, то есть до войны, когда начиналась вся эта история с Россией, Милли делал отчет администрации Байдена по поводу ситуации, и он обозначил два приоритета по Украине. Первый приоритет, это избежать любым способом не допустить прямого вооруженного столкновения США-России, понятно, и второй приоритет, любой потенциальный конфликт на территории Украины сохранить в рамках географических границ Украины, то есть локализация, то, что они иногда это называют, и вот они приводят это, что, мол, вот это были правильные приоритеты, и они как бы остаются, и надо вот их продумать, то есть это же проуправляемость, потому что, как бы, ты локализуешь конфликт, как пожар, и ты можешь им спокойно управлять, чтобы он не вышел из-под контроля, то есть логика здесь есть, потому что некоторые эксперты, эти авторы не писали в этом докладе этого, но некоторые эксперты, когда вот эту же мысль проводят в Штатах, они ссылаются, например, Ираном. С Ираном же такая же история, что вот вводятся санкции, давят, давят, ради чего, не совсем понятно, то есть если при Обаме было понятно, у них была цель, это соглашение, ядерное соглашение, и они, соответственно, все калибровали под это, то есть была конечная цель, то есть здесь сейчас с Ираном цель пока непонятна, то есть то ли смена режима, не смена режима, просто давить, надеясь на что-то в конце, непонятно что, ну, в общем, чтобы что, вот это вот такая идея, вторая, и третья идея, она касается, значит, гарантии безопасности Украины, они считают, что Соединенные Штаты должны дать Украине гарантии безопасности, такие железобетонные, и там написано, что варьируется в разных формах, от предоставления военной помощи в случае нового конфликта до прямого участия в войне, если она снова будет. Они не предлагают тот или иной форму, но они сказали, что это вот разные формы, надо предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы таким образом подтолкнуть Украину к переговорам, то есть как бы Украина будет более мотивирована вести переговоры с Россией, и как бы больше будет уверена в себе, так как вот, что-то... Знаю, что хорошие парни поддержат. Есть коммитмент. Правда, в этом же абзаце, мне так нравится, они просто сами противоречат, то есть они потом, они как бы делают этот вывод, а потом сами его пытаются опровергнуть, и потом в этом же абзаце написано, что, ну вообще, конечно, есть свои риски, и там уже перечисляются риски того, что может быть... Это значит целям генерала Милля, локализация конфликта, это не выход в заблокировку. Да, 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 потому что, с одной стороны, мы должны избежать прямого вовлечения в конфликт, с другой стороны, коммитмент Украине, но как это сделать, не вовлекаясь в конфликт, потому что Россия же хотела, чтобы на территории Украины не было вообще никаких коммит... Ну, короче, и я не понял ничего из этого вывода, то есть в итоге, там в конце нет, ну, какого-то четкого, то есть вот просто вот, типа, это хорошая идея, но вообще эта идея рискованная, все. Вот, в принципе, все. То есть я не считаю, что здесь какая-то большая зрада, в принципе. Я видел, что писали в соцсетях по поводу претензий к самому автору. Один из авторов, это Сэмюэль Чарап, которого там кто-то называет, что он там какой-то пророссийские взгляды, он на Валдае когда-то выступал. Я не согласен с этой оценкой, я знаком с его работами. Я считаю, что он просто, он выражает мнение части истеблиш, менеджмента, сто процентов, потому что не он один так пишет в такой логике, которые, ну, которых можно назвать, не знаю, пессимистами или слишком осторожными, которые, вот, у них как бы две магистральные линии. Первая, ядерная война, это ужасно, надо что-то сделать, чтобы не допустить ядерной войны, иначе мир... Ну, Маск выражал, выражал тоже по-другому. Да. Да. И вторая идея, Россия нам нужна. Ну, вообще, вот Россия нам нужна, как бы, потому что есть Китай, есть другие приоритеты, зацикливаться только лично России до... с непонятной, с непонятным эндгеймом, это плохо. Эта мысль достаточно тривиальная, с точки зрения, ну, вот, опять же, внешней политики штатов, она не является уникальной какой-то, поэтому сказать, что она какая-то пророссийская, нет. То есть, это просто вот идея, которую часто слышишь от некоторых представителей американских think tank community, там, просто establishment, это я не... То есть, это означает ли это, что это вот так, как мыслит администрация Байдена? Нет. Но rent corporation действительно влиятельная структура, то есть, отмахиваться от этого, как бумажка, которая непонятно написана фриком, который ничего не понимает, не стоит. То есть, к этому нужно относиться серьезно, потому что, действительно, это авторитетный аналитический центр. То есть, это тренд? Нет, это не тренд, потому что, ну, надо посмотреть доклады других, чтобы понять. Но он влияет на принятие решения. Да, но такие... Рассматривается точно. Их доклады точно ложатся на стол тех, на среднем звене администрации, которые могут потом делать из них выжимку и ложить на стол Байдена, и которые могут их прочитать. Означает ли это, что Байден будет придерживаться этого мнения? Нет. Но это просто... Ну, просто да. То есть, это не маргиналы. Но, я повторюсь, я не вижу здесь какой-то с большой зрадой. То есть, просто мы, мы не понимаем одной вещи. Мы все воспринимаем, ну, мы как общество и в Фейсбуке, вот те, что люди особенно активные, не воспринимают, не воспринимают, точнее, воспринимают многие вещи через призму украинских интересов. Мне очень нравится, как ты корректно высказал. Ну, это же тоже признак инфантильности, неспособность на себя со стороны посмотреть критическим взглядом или посмотреть со стороны. Это же детский тест, знаете, да, как ребенка проверяют, вырос или нет. Ему говорят, нарисую комнату с игрушками, а теперь нарисую эту же комнату с точки зрения чебурашки, ну, или там игрушки, которая сидит, как она видит его глазами. И вот детки делятся там с 6 до 8 лет, которые могут нарисовать с точки зрения чебурашки, а которые все равно рисуют чебурашку, потому что они не в состоянии посмотреть его глазами. Так вот, очень многие взрослые не проходят этот тест. Очень многие взрослые чебурашки. Да, да, в общем-таки чебурашки немножко. Ну, получается, уже ведь как бы вот был тезис Марка Милли еще в прошлом году мы его обсуждали относительно переговорного процесса и он сказал после Херсона, что есть смысл... Я вам сейчас объясню, как они рассуждают. Хотите? Марк Милли агент Кремля? Да, ну как бы я просто говорю. Марк Милли влиятельнейший военный в мире всего мира. И то, что он говорил в прошлом году, оно где-то созвучно с тем, что написано в докладе ужас человеком, который несколько раз ездил на Валдай. То есть, что-то тут... Можно испугать тут конспирологию, Они сказали тогда, что нужно использовать возникшую паузу для того, чтобы достигнуть наилучшего мира сейчас. Им нужен понимание эндгейма. Они не могут, потому что они понимают... Во-первых, есть травмы Афганистана и вообще многих ближневосточных операций, где как раз проблема штатов... А можно сказать больше всех крайних американских операций, начиная с Вьетнамской войны. Да, где они выполняли какую-то быструю тактическую задачу, потом решали себе добавить, накидывать еще каких-то задач, но с непонятным финалом... Ну и вязли. Ну и вязли, да. И Афганистан самый яркий пример, потому что это как раз со времен Второй мировой может быть Корея... Корейская... Подожди, это Корейская успеха в целом. Это шпатовая ситуация. Ну хоть какую-то. Ну хоть какую-то. Так вот, я к тому, что говорю, что во всех странах мира, даже в любимых нами Соединенных Штатах, превращение военных целей в политические и наоборот, это очень нетривиальный процесс, скажем так. Военные свое дело делают, а дальше они сняли режим Хусейна, потеряв 300 человек, а после этого 15 тысяч убитых и 150 тысяч убитых Хараксов. Ну такое. Смотрите, как они все думают. Я вот сейчас... У меня вчера было тайное совещание с Латыниным, и сегодня сообщу о чем они думают и как. Они говорят очень просто. Значит, Россия в тупике проекта развития. Это пострашнее проигранной войны. Вот Путин... Вот вся их война, она просто обнажила проблемы, которые есть в России, и они понимают, что дальше двигаться некуда. Им кровь бизнесу нужна стратегическая пауза. На что? На то, чтобы принять решение и спланировать вообще место России в мире. Мы же представляем, какой это объем работы внутри России и снаружи. Передоговориться и так далее. Но Путина еще это зафиксировано на политическое выживание. В России политическое выживание недосмысленно связано с физическим выживанием. То есть, он борется за свою жизнь. И вот постановка Герасимова на роль командующего операции, начальника генерального штаба и визави Милле и заложного говорит о чем? А я сразу, как могу вам сказать, что я моментально почувствовал, что характер управления российскими войсками сменился. Хорошая доля ИПСО появилась сразу, он же автор гибридной войны, и хорошая доля твердости и трезвости и реалистичности поставленных целей. Произошло там примерно что? Самое страшное для нас. Они сумели объяснить Путину, что ставить цели завоевания Ла-Манша и всей Украины бесполезно. Цели должны быть консервативными, твердыми. Он сказал, что у меня сейчас есть 300 тысяч на территории Украины и 150 в запасе, 200. Я готов этими целями гарантировать что? Взятие, или почти гарантировать, взятие назад Луганской области, на которой мы слегка отвоевали, и выход, например, к концу марта в апреле на линию Покровск-Константиновка на Славянск-Купинск. Таким образом, ЛНР для них полностью отвоевана, ДНР почти отвоевана, мы возьмем не возьмем Славянск-Арматорск, я говорю, как они рассчитывают, я не говорю, как будут в реальности. Ну вот типа можно докладывать, что есть что продавать. На российском обществу говорим, мы защитили ЛНР, ДНР и Крым от Орд Бандераци. А что вы делали под Киевом? А мы громили Орды Бандераци, которые в противном случае завоевали бы ЛНР. Это был такой план изначально. Это план был изначально. А в Херсоне? А мы громили ту Орду, которая на Крым собиралась. А ну тогда понятно. А что 150 тысяч потеряли? Так против нас все НАТО, простите, сколько вы хотели? Священная война, сакральная война. За существование России. Ну вот, много потеряли, но зато отстояли. Он продал это внутри, и он выходит на хорошие переговорные позиции. Они допускают, что мы останавливаем их. Вот они вот брали с 5 апреля, вернее, с 5 августа, они штурмовали, со 2 августа, они штурмовали Солидар и Бахмут. Бахмут наш еще. А хотя они уже зашли, даже наш кинштаб признал сегодня, зашли на края, на края города кое-где. Так вот, а Солидар, ну, совокупно, они 80 тысяч убитыми раненными, потеряли только на этих двух городах, районных центрах. Сколько? 80 тысяч убитыми раненными, с 5 августа. Только на этом участке. И вот получается, что 200 тысяч, оно только смотрится страшно, реально, при таких потерях на взятие двух районных центров, ну, как бы, не такой же страшный. Он сказал, вот это я могу гарантировать. То есть, дадите мне нормально управлять войсками, при наличных ресурсах, и так далее. И это хорошие переговорные позиции. Он же наверняка признает, как трезвый человек, что украинцы, скорее всего, накопятся с помощью западного оружия. И где-то в мае, июне мы наносим контрудар, понятно, там, условно, на Крым, Мелитополь, обваливаем им весь Южный фронт и выходим на границы Крыма, начинаем херачить по Крыму там дальнобойными ракетами, уничтожая аэродромы, склады и так далее. В общем, бегство из Крыма, кошмар, удар. Он говорит, вот наша задача сделать первое и не допустить второго. Значит, что? Из этого мы выходим на переговоры. Переговоры, позиция будет такая. Мы говорим западу и в том числе украине. Ребята, ну так бодаться мы можем бесконечно. Вы убили эти 200 тысяч, мы следующий призовем 200 тысяч, и они будут уже с винтовками Мосина, с ППШ, но они все равно будут идти вперед, все равно будут стрелять, все равно будут нести потери. Это война бесконечная, усталость, пятое, десятое. Давайте договариваться. И Герасимов сказал, я обеспечу тебе наилучшие переговорные позиции из тех, которых я могу. Худшее, это если украинцы прорывают такие Южный фронт, выходят на границы Крыма, тогда у нас будет и моральная травма, что Крым жемчужином в вашей короне Владимир Владимирович, во-вторых, и оттуда бегство через Крымский мост на лодках, это будет очень дурно смотреться для российских, и плохой старт для переговоров. Так вот, он говорит, но это вполне может быть, тогда у них будет три средние, или, например, мы на Донбассе ничего не берем, завязнем, там продвинулись на 20 километров, потеряли эти 200 тысяч, украинцы устояли, и тогда это тоже плохие переговоры, но дальше нет ресурсов на войну. Не в том смысле, что они не будут, она прекратится, нет на большие масштабные наступательные операции ресурса. Значит, она переходит либо в перемирие, заморозка, либо в мир, кривой, косой, либо в вяло текущую, которая не требует большинства ресурсов, типа, как в стиле было с 16 по 22 год. Вот это только линия фронта не на то, а там включая Заворожскую, это самое. И вот это ни мира, ни войны, вот эта дурацкая ситуация. Вопрос, в какой степени она всех игроков устраивает. Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему идет. Они готовят, по моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, ну, потому что 200 тысяч останавливать мы устанем. Конечно, придется это двинуться, мы же это понимаем. Тут вопрос, до какой степени, будем надеяться, что по минимуму мы это двинемся, но это кровь наших войск, это все очень тяжело и так далее. Но и мы, скорее всего, пробиваем Южный фронт, потому что к этому все идет или где-то в другом месте, мало ли отдельно. И получаем крупный успех. И вот размен на размен вся надежда нашей стороны, американской стороны идет на то, что наша доля, наш размен будет больше, чем российский. То есть мы заходим в силовых переговорных позициях. И если вы, мы внимательно будем слушать все их оговорки, они говорят, мы должны обеспечить наилучшие переговорные позиции. Вот особенно крайние дни раздались эти голоса для Украины. Силой должны быть обеспечены эти позиции. Столтенберг, там все представители и так далее. Они говорят, наилучшие, наилучшие позиции, но все равно звучит, что переговоры. Конечно. Потому что все понимают, что нет у Украины ресурса. И Запад будет очень долго его создавать. Это годами на то, чтобы мы силовым образом выбили Россия. Отсюда. Потому что бесконечные 200 тысяч они могут каждые 3 месяца. Еще долго. С копьями, с луками, но еще долго. Теперь возникает вопрос. Хватит для того, чтобы фронт удерживать. А накопить столько Химарсов и Абрамсов и МФ-16, чтобы пробить в любом месте этот фронт, это займет известное время, простите. А у меня теперь вопрос. 97% нашего общества говорит, что освобождение всей территории украинской военным путем есть цель нашей. Крайний вопрос. Еще 4 говорят, что за Крым мы готовы подраговаться, но он восточно военным путем. Теперь вопрос. А что, если этого не произойдет? Ну смотри, у нас же есть настроение, соответствующее и на пустом месте возникшее, поскольку это были тезисы и Буданова, это были тезисы и Резникова. Что произойдет со всеми теми, кто те тезисит? Это завышенное ожидание. Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенное ожидание, а в результате получило условный Минск-3, невыполнение это самое. Это же возвратная пружина нереализованных ожиданий, так влупит по нам, по морали и по всему остальному, что мы просто обалдеем. Все тут дружно. Поэтому выход из этой войны, давайте мы уже побудем более откровенными, чем Рент, он может быть совсем не таким, как нам всем казалось еще полгода назад или еще 3 месяца назад, особенно после успеха в Херсонской операции и все остальные. И нам же не только, нам Ходжес говорил, что мы Крым освободим, начнем зимой освобождать и прочее. И это не потому, что коварные американцы не дают оружие и затягивают. Хотя могли бы дать и больше, у них есть эти резервы, а потому, что в принципе для этого нужна например, 1400 идеально подготовленного, вышкаленного, вооруженного, с ног до головы на тазским оружием войска, чтобы всерьез это перемолоть, освободить всю территорию. Оно у нас есть? Нет. Ближайший год будет? Не будет. Не будет. Нам просто учебных мощностей не хватит научить столько людей, да и техники не хватает. Есть еще вопросы переварить деоккупированную территорию. Переварить деоккупированную территорию и так далее. Это второй вопрос, если человек получить. Это важный вопрос, если ты сейчас им не занимаешься. Смотри, у нас же задача посложнее сначала стоит. Поэтому мораль серьезно простая очень. Готовы ли мы как общество к не такому исходу войны, как мы сегодня? Да, я сто процентов не готовы. Что будет с нами? Во-первых, не готовы, потому что никто это в принципе не проговаривает. Я решил проговаривать. Более того, любые попытки попытаться это начать проговаривать где-то на публичном пространстве они упираются как правило в полное несогласие. Вообще их даже проговаривать. Потому что есть вот эти завышенные ожидания. Смотрите, я решил проговорить и чтобы меня сильно не ругали, могу сказать так. Я это проговариваю как ожидания российской стороны. Мы же можем обсуждать ожидания российской стороны? Это, кстати, интересно. Их коварный план. Вот этот коварный план такой, друзья мои. Это не ожидания Арестовича, а это Арестович описывает, как думает российская сторона. Откуда ты знаешь, как думает российская сторона? Я хорошо умею оценивать военно-политическую обстановку. Есть свой способ. Военно-политическую обстановку. Я клошку. Я клошку. А, в этом смысле? Конечно. Ну, так ты же видел, что там еще с Дугиным, еще тогда, на том Валдае и так далее, и так далее. Так что я хотел сказать? Вот такая история. Но самое неприятное, что судя по этим докладам, рентам и оговоркам выше военно-политического руководства Запада, и они что-то такое думают, зараза. Оказывается. Да. А мы чуть больше, чем зависим от них в этом смысле. Мы тотально зависим. Ну что, начинаю, говорите уже сакральную фразу, начинаете готовиться к тому, что жизнь сложнее, чем на самом деле, или вы сами решите, что не только российская сторона, но и западная думает. Самое интересное, что мы же это все вот тут проговаривали. Когда у нас был обзор американской прессы, я читал статьи, цитировал, это было лето еще, да, прошлое лето или осень? Может, осенью. Осенью, да, мы проговаривали. То есть, я не знаю, но мне кажется, что если люди хотят, там, вот, нужен хороший, холодный душ, ну, почитайте эти статьи, можно зайти на английском языке, себе себе. А обмануть меня не сложно, а сам обманываться рад. Да, ну, как бы, ну, опять же, да, это же не то, что мы вот придумываем, это вот пишут. Так, а мы же, смотрите, вот, надо очень четко понять, мы ничего не говорим от себя. Мы оцениваем ожидания российской стороны и заявления западных представителей коллективного запада, ведущих, от которых и зависит, сколько помощи нам дадут и так далее. Теперь внимание, что делать Западу в ситуации, условно. Юра, когда ты произнес фразу сценарий двух Корей? Да, летом еще, прошлого года, говорю. Ну, вот, условно говоря, сценарий двух Корей, что делать Западу? А, нужно делать в Южную Корею, правильно? В той части, которая остается, а значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями. Так он там приводил, он приводил пример, он проводил аналогии с Израилем, правда, он сказал, что смотрите, мы же, Соединенные Штаты, имеют опыт предоставления таких гарантий в обмен на мирный мир. И он приводил, привел Израиля к Кемдевицке соглашение, что как бы Израиль пошел на мир с Египтом в обмен, Штаты забросали его всякими ништяками. Правда, Египет тоже забросали. Убе стороны. Они пишут о том, что смотрите, Штаты имеют прецедент, чтобы никто не говорил, что никогда такого никак не работает, мол, вот, типа, история показывает. И не только Израиль и Египет, Сирия, вернее, Израиль и Ордания, Египет, и там с королевскими династиями они на анти-иранской теме сошлись, а это еще Корея, и там много чего, бонусов. Так вот, это, смотрите, у нас же сейчас после этого эфира все попадут в умрак. Я прям вижу, как его режут на цитаты, российское телевидение будет показывать, и всякое такое, все там понятно, понятно, это хорошо, потому что люди, как мы резонанс, заставляем людей задуматься. Но за всем этим я вас гарантирую, что упустим. Сейчас, Юрий, я заканчиваю. Что упустят? Упустят, что у этого положения есть множество бонусов, которые коллективный Запад всерьез рассматривает, в том числе и в этой статье. Пусть осторожно пробуют ногой в воду, но, например, вопрос о гарантиях. И мы же это пропустим. Я представляю, что сейчас будет. На российском телевидении Запад бросил Украину, никакой победы не будет. Мы завоевали, отвоевали, и будут продолжать. А у нас будет Куса, Арестович, Фельдман, Юрий Арманенко, но особенно, это средок русского мира. Пораженцы. Пораженцы проталкивают свой этот самый, а мы до последнего снаряда и так далее, и прочее, прочее. Ну вот, как бы, Юра? Я добавлю, вот то, что мы обсуждали, в том числе и в эфирах, там, если вспомнить формулу Расмусина, которую поднимали, как бы там, вспомнить заявление Киссинджера, который неоднократно там на протяжении последнего года делал, как бы, ряд таких вбросов, и они постепенно трансформировались, и у нас там остро на них реагировали. Так вот, я напомню, что формула Расмусина, во-первых, Киссинджер в последние полгода он говорит следующее, Украина должна быть в любом случае принята в НАТО, потому что, после всего, что произошло, ну, как бы, все уже произошло, поэтому Украина имеет все необходимые мотивации, и Запад имеет все необходимые мотивации для того, чтобы ее принять в НАТО. Второе, что он говорил, о том, что необходимо все равно будет договариваться с Россией, потому что, как бы, за вот этой вот позицией лежит понимание того, что рано или поздно выйдет какую-то точку равновесия. А формула Расмусина говорила о том, что Украина должна получить, ну, точнее говоря, не Украина, а вообще государство, которое находится в состоянии территориальных каких-то вот, территориальной неустойчивости, назовем это так, типа Грузии, там, да, или типа Украины, вот, оно при вступлении в НАТО получает гарантии территориальной неприкосновенности из, и вот этой вот, и статей НАТОвских, их распространения на ту территорию, которая контролируется, допустим, там, Украина, Киевом, там, да, или Тбилиси, если речь о Грузии идет, а вот эти вот территории, которые контролируются Россией, в нашем случае, вот на это не распространяется, как бы, гарантии НАТО. И вот таким образом, как бы, выходят, выходят из ситуации, когда НАТО не принимает государство с существующими какими-то территориальными проблемами, там, неурегулированностями, и в то же время принимает в НАТО. Поэтому я вот как раз исходя из того, что вы все разговорили, я вот говорю о том, что готовится, я думаю, как один из базовых вариантов, готовится именно такая конструкция. Вот, потому что вот эти вот несколько дней, которые я там сейчас нахожусь в Европе, я был в нескольких европейских столицах, там, не только в Брюсселе, я общался там с разными людьми интересными, вот, то, конечно же, ну, как бы, ну, нытье начинается, начинается нытье у европейцев, особенно, вот, на предмет того, что, ну-ка, сколько там это еще будет продолжаться, а по ходу там, допустим, та же самая Бельгия, несмотря на все санкции, там, и на, и на всю борьбу, как бы, с российской агрессией, европейского союза, там, имеет еще массу всевозможных незакрытых лакун, через которые идет работа с той же самой Россией, там, например, в сфере металлургии. Я на следующей неделе выведу там интересных людей, которые порассказывают, вот, как это все происходит, там, с кучей инсайдерской информацией. Вот, поэтому, ну, я здесь вот полностью солидарен с коллегами в том, что мы должны реалистично смотреть, вот, на то, что происходит, и самое главное, на рамки, в которых мы способны двигаться, потому что наша зависимость от Запада, прежде всего, от Штатов, определяет темп, как бы, темп возможности и нашу устойчивость. И, соответственно, нам придется держать, как бы, ухо во строк, поскольку непонимание, вот, настроений и непонимание, вот, того момента, когда усталость начнет превалировать, оно может привести к очень, ну, как бы, серьезной дляукраинной посадке на неподселенную соломкой, как бы, землю, вот, вот, вот так вот я на это смотрю. Даже не столько усталость, они просто технически понимают, чтобы решить задачу разгрома России и выгона до последнего солдата, ну, 400-600 тысяч украинского войска подготовлено по познавательским стандартам вооруженных снов договоров. Да, если потоком пойдет вооружение, все равно это будет готовиться, не меньше. В этом докладе прямым текстом написано, что они там два сценария рассматривают, абсолютная победа России или Украины, что-то маловероятно, ни то, ни другое. Дело в том, что емкость учебных центров на Западе не позволяет обучить такое количество солдат. Ни у нас, ни на Западе совокупно. Россияне тоже передают эту угрозу, мобилизовать они могут и 5 миллионов человек, но только у них емкость учебных центров это цикл подготовки 2,5-3 месяца. 90 тысяч плюс 10 в Беларуси. Ну, каждые 3 месяца они теоретически с напряжением всех сил могут выставлять очередные 100 тысяч и что? Это может бесконечно длиться. Это тот же самый корейский вариант, что корейская армия воевала отлично, американцы высадились в Анчхоне, вообще пошло там громить, перегромить, а потом приехало 2 миллиона китайских добровольцев с ППШ и все. И что только не предлагал Макнамар ядерное оружие и все на свете и бомбардировки, а только вот уперлись в массу человеческую, просто завязали. Та же история сейчас. Я еще один контекст напомню, который мы здесь с Ильей Кусой советую всем найти вот просто этот эфир, мы буквально там, не знаю, недели две назад ее рассматривали. Так вот, это все тоже очень напоминает логику той войны, когда сначала Ирак быстро вторгся, как бы в Иран, получил какие-то первые победы, потом увяз, потом Иран начал отбивать территории, потом был некоторый спад как бы в активности и там было до времени, когда стороны чуть не договорились, потом опять началась новая эскалация, там, применение химического оружия, там и много чего еще, рейды, авиационные рейды там на Виран, авиационно-ракетные удары как бы там по Ираку, там и так далее, и так далее. Вот, пока стороны не пришли к точке равновесия и в общем-то в 88-м году, через 8 лет после начала войны, ну, поняли, что как бы все, уже вот они не вытягивают ни та, ни другая сторона и усели за стол переговоров. Вот, поэтому мы должны понимать вот логику вот этих внешних рамок, мы должны понимать реальные наши возможности тоже. Здесь же Алексей же правильно говорит о том, что если условно там мы убьем там 500 тысяч мобилизованных россиян, то мы должны понимать, что ну за убийством 500 тысяч россиян будет гибель там я не знаю 200-250 тысяч украинских солдат или ну там меньше, больше, но это в любом случае просто огромные огромные потери и вы прекрасно должны понимать, что вот в этой логике размышляют и русские и запад, что русские вообще не считают эти потери, они прекрасно понимают, что вот они будут как правильно Алексей говорит, 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч выставлять, выставлять, выставлять. А запад прекрасно понимает, что Украина очень ограничена в возможности мобилизировать вот равноценную человеческую силу в рамках вот той войны конвенциональной, которая сегодня у нас ведется. Вот, поэтому и появляются вот такие вот доклады и появляется вот такая вот логика, которую озвучивают вот через вот эти сливы политика и другие американские и европейские знания. Различать в военном деле надо очень сильно различать сказки про качество против количества. Как говорил товарищ Сталин, количество само по себе уже качество. И любят приводить пример Израиля, который там всех побеждает страшно типа с качеством, но это же неправда. Израиль побеждал всех своих противников только потому, что он выставлял сопоставимую или большую по количеству армии. И война не затягивалась. И именно ненормальное по количеству мобилизованных процентов в обществе и позволял Израиль это вытягивать. Конечно, подготовка, конечно, вооружение, но на самом-то деле сначала сопоставимые по масштабу армии, мобилизуется 20% населения фактически, который идет в бой, а потом все остальное. Американцы, конечно, рассказывают про чудо оружия в рекламных проспектах, но реально имеют армию, которая затопчет кого угодно чисто количественно, 2,5 миллиона человек на секундочку, если не считать резервистов и все остальное. Поэтому это та ошибка, которую совершили россияне. Они попытались решить задачи советского масштаба, не имея советских ресурсов и не мобилизовав армию. Теперь, когда они сообразили, начали мобилизовывать, количество начало переходить в качество сразу. Просто в качество того, что мы... А теперь, внимание, в борьбе ресурсов. Они 100 тысяч потеряли, нам надо потерять 30, чтобы их остановить и так далее. И то при полной западной поддержке. Как долго мы будем играть в эту игру? Раз. Во-вторых, ну, понимаете, в чем дело? Сейчас я скажу очень неприятную вещь. А вот те 87%, которые декларируют, что они готовы освобождать территорию Украины военным путем, они в военкоматах сейчас или где? Сейчас идет мобилизация в Украине. Или они рассказывают, как плохо, что военкомы ловят людей на улице. Одно дело с дивана говорить, да, освобождение военным путем. А другое дело пойти освобождать военным путем. Это очень разные вещи. И Запад, он же не находится в украинской патриотической повестке. Смотрит на это со стороны. И он прекрасно понимает соотношение сил и средств. Они рады отдать нам все. Но они понимают, что емкость, давайте просто по одному показателю, емкость учебных подразделений на Западе не позволяет готовить необходимое сопоставимое количество украинских солдат. Просто не позволяет. Ну, вот они говорят, 20 тысяч в год мы подготовим, британцы. 15 тысяч немцы, там еще 10 тысяч французы. Так это 60 тысяч за год. За год, народ. Вот вам емкость. Вот и вся история. Я здесь добавлю. А теперь смотри, это же происходит в условиях немобилизационной повестки в Европе. Вот то, что я прямо сейчас здесь вижу, да? Вот смотрю их медиа, там общаюсь с людьми, причем абсолютно с разными. Я прежде всего общаюсь вот с простыми людьми, для того, чтобы понять, как они смотрят нашу там войну, да? Вот. То есть, для европейских политиков вообще сложно объяснить, почему, допустим, в воздухе возникает вопрос, окей, если они могут подготовить всего 60 тысяч человек, почему они не могут подготовить там 600 тысяч или там хотя бы 200 или 300 тысяч в год, да? Вот. Так это все бюджетные расходы. И соответственно, европейским политикам необходимо назлоплательщикам своим сказать, что смотрите, мы поднимаем там затраты на войну Украины с Россией, там, ну, допустим, в два раза, там, да? А они здесь походу на местном уровне, там, рубятся за каждую копейку, за каждый евроцент, там, бюджета, допустим, там, того же Брюсселя, там, да? Куда ее выделять, там? На строительство какой-то там новой обводной дороги, там, где-то там, да? Или потратить на помощь каким-то там, пенсионерам, там, или каким-то сексуальным меньшинством, не знаю, там, да? которые, которые там как-то себя чувствуют незащищенными. то есть, понимаете, они находятся, они находятся абсолютно в другом контексте, этот контекст абсолютно немобилизационный, вот, и вот это вот жужжание, вот, нашей войны, кровавое жужжание, мы просто в этом всем находимся, нам очень тяжело, вот, оно пробивается, как бы, как некий раздражитель, то есть, сначала все воодушевлены, малень, ну, как бы, немаленький, а большая страна, вот, он сопротивляется героически, все остальное, вот, это сопротивление успешно набирает обороты, а потом вдруг оказывается, для простого там какого-то европейца, там, да, который там находится где-то в Амгене каком-то там, или, или в Страсбурге, там, вдруг оказывается, что он за это должен платить, когда он каждую копейку в своем кармане считает, потому что, поверьте, Европа находится не в лучшее сегодня, ну, не в лучшем состоянии, на улицах Брюсселя полно бомжей, я вот просто своими глазами там в этот раз видел там, да, вот, и там, там они реально вот, все рассчитывают, счастье в кредит, оно, ну, как бы, действительно, объективная реальность для большинства европейцев, то есть, они живут в кредит, у них все в кредит, машины, значит, квартиры там и так далее, и поэтому многие вещи нам, которые у нас есть, для них по-прежнему непонятны, необъяснимы, это в том числе проблема с нашей стороны, и я, допустим, в том числе и вот в этот раз был для того, чтобы лучше это все объяснить, найти людей, с которыми можно объяснять это все лучшее и лучшее, мы будем сеть разворачивать по Европе для того, чтобы, ну, просто лучше, как бы, коммуницировать с нашими союзниками, как с обществом, так и с элитами, и решать этот вопрос, иначе у нас будет, как бы, будет все больше и больше проблем, вот, поэтому вот, ну, вы просто должны понять этот контекст, и в этом контексте смотреть на то, что говорит Илья и Алексей. Вот так. Смотрите, ситуация еще хуже, на самом деле. Вот на Бундесверке дают 100 миллиардов евро, это же фундаментальнейшее возрождение немецкой военной силы Европы. Вроде бы, да. Ну, вроде бы как. Ну, вот сейчас сегодня новость пошла, Германия и Нидерланды полностью планируют объединить свои сухопутные войска. Они, 50-тысячная группировка возникает, из которой 8 тысяч говорят. Смотрите, это довольно сложная история, объединить войска армии, даже в рамках ЕС, даже соседей, в рамках НАТО. Такого никто никогда не делал, вот они объединяют, там прецедент. То есть, они вполне понимают повестку, вполне понимают угрозу, Польша разворачивает армию, в три раза увеличивает количество, много чего происходит. Но проблема же в чем состоит, что это же все очень трезвый расчет. И они понимают, здесь мы можем, а здесь нам не хватит. Понимаете, нельзя подготовить 600 тысяч солдат просто так. Не хватит инструкторов, не хватит емкостей полигона, в этой инструкции они пытаются подготовить, ничего не выходит. Что вы думаете, в Беларуси ездил Шойгу и Путин? Они не только межгосударственные вопросы решали огромной важности, они просто банально говорили, давайте увеличивать емкость учебных центров, белорусское правительство программу целую приняло. Инфраструктурное обеспечение это инфраструктурное обеспечение полигона, чтобы просто солдаты могли готовиться и потом заезжать к нам на Донбасс. Это очень сложная история, потому что, чтобы подготовить 600 тысяч войска, нужно 50 тысяч инструкторов в воде их взять. Простите, понимаете, в год и так далее. Их нет. И эти люди просто сидят с калькулятором и очень трезво считают расклад. А мы должны научиться трезво считать расклад. Ну, еще один момент. Говори, говори. Давай сначала Илья, а потом я. Еще один момент. Я просто вот в контексте того, что Юра говорил по Европе, россияне это все прекрасно понимают. То есть они видят эти все процессы, они знают, что социально-экономическая и финансовая ситуация в Европе желают оставлять лучшего. Они знают, что есть пределы возможностей у Запада. Они знают, что запас мощности потому что речь идет не только о военных ресурсах. Это война ресурсов так сказать, тыловых, экономических, финансовых, в том числе, социальных. Один ВПК чувствует. Да. То есть запас мощности у России на момент начала войны был выше, чем у Украины. Потому что просто банально размеры экономики и все остальное. То есть да, у них проблемы в России будут очень серьезные, но в этом марафоне они могут чуть дольше продержаться. А это существенно в нашей ситуации. Особенно, когда мы уже говорили опять же в этих эфирах, что уже перешла наша война уже перешла полноценно в состоянии войны на истощение. Вот почему Судзи говорил, что война не может быть долгой. Нельзя допускать. Проявятся тенденции, которые никакой героизм первой волны не спасет. Да, война на истощение это война ресурсная. Потенциалов. А наш потенциал меньше. Давайте прямо скажем. А западный ограничен. У Запада есть потенциал. Ну да. Так как у нас эта подушка меньше, то соответственно как бы Запад будет вынужден больше именно нас получается содержать. Соответственно, россияне все это прекрасно понимают. И сейчас вот например одна из магистральных линий их внешней политики сейчас вот готовится как раз аналитическая записка от нашего института. Мы сейчас будем мы сейчас начали публиковать серию маленьких записок небольших по России в этом году мы этому посвятим огромную часть своей работы. Так вот они пытаются то есть у них магистральная линия основная растянуть время. Все. Выиграть время любым способом. Где-то найти рынки сбыта, где-то сохранить их, где-то выстроить серые схемы параллельного импорта, контрабанды неважно, где-то найти оружие. Вот где угодно это можно сделать чтобы растянуть время. Потому что они понимают что сейчас время это то, что оно может сыграть им на пользу и они будут вот это вот эти вот то есть вот например вот Лавров поехал в Африку. Все что я прочитал об африканском турне Лаврова это как в нашем едином телемарафоне высмеяли его визит в Эсвадине. Есть такое маленькое королевство в Африке большая часть наших зрителей к сожалению не найдет его на карте. Окруженная со всех сторон Южноафриканской Республики. Но те кто возможно знают Африку знают его бывшее название Свазиленд. Сейчас это да так вот да вот вот подписали безвис Эсвадине ха-ха смешно ну Лавров по приколу ездит по Африке ну он такой сидел думал блин не поехать ли мне в Африку никто до меня не был в Эсвадине так как на первой в истории блин поеду всегда хотел посмотреть на вот встретиться с этим королем Лукашенко в Зимбабве между прочим Лукашенко Зимбабве у нас всех как бы очень смешно что вот один в Зимбабве а все такое в Зимбабве это же там анекдоты пошли все такое очень смешно но на самом деле что посмотреть а чем он туда ездил потому что Африка это один из континентов где большая часть стран абсолютная занимает нейтральную позицию то есть они не вводили санкции они готовы торговать с Россией у них есть там совместные проекты многие из них завязаны на Россию еще со времен Советского Союза и если хотя бы одну из этих стран если СВТ не удастся уговорить стать там каким-то там серым хабом для чего-то отлично если там Замбию отлично Зимбабве да какая вообще разница найти десяток стран и ты создал 10 серых схем и ты как бы себе перестроил логистику под себя хотя бы в каких-то сферах то есть это не решает долгосрочные проблемы России но это позволяет заткнуть дырки в каких-то сферах вот например они сейчас поехали в ряде вот этих стран которые посетил Лавров там Эсватини Эритрея Ангола и ЮАР там работают российские компании которые добывают алмазы и сейчас как бы встал вопрос обсудить вот можно чтобы они продолжали там работу несмотря на санкции то есть как-то поменять там структуру управления перерегистрировать чтобы все было нормально и судя по всему в Африке никто не против пусть работают себе добывают и вот то есть вот это вот то что нам нужно есть же даже формальные показатели 28 февраля голосование в ООН не помню точно но примерно 28 африканских стран осудили вторжение Украины в Россию потом они проводят саммит Россия и Африка Путин лично принимает участие и 10 уже стран осудило следующие 18 стран отминусовались да они воздержались большая часть стран Африки и на лето этого года запланирован второй саммит Россия и Африка поэтому Лавров туда ездил лишний раз показывает что любые усилия дают результаты маленькие большие но дают ну я к чему это все что в России все прекрасно понимают и они делают ставку на тупо растягивание времени да в стратегической перспективе это играет им в минус потому что они впадают в зависимость от определенных ситуативных договорняков как от Ирана например да вот они там дают ему что-то что там в нормальное время никогда бы ему не передали никакие технологии или от Китая но им плевать то есть они уже взяли они взяли ставку на то что все равно главное главная победа условная ну то что то что вот Алексей сказал продать вот это надо продать в конце не важно там какое то что через 10-15 лет они будут зависимы от того же Китая это уже Путина может вообще Путин уже в живых не будет вообще никого это не интересует и мы должны вот это понимать да они верят что за 10-15 лет они переиграют еще сто раз как бы не ну да там как бы там все то есть вот они четко верят в то что время на их стороне надо просто затягивать время они знают что особенно Европа это одна из тех которые колеблются и в какой-то момент могут сломаться ну как они считают там Штаты у Штатов получше ситуация с экономикой чем у европейцев но они считают что чем выше риски содержания Украины для Запада тем как бы лучше главная Россия вот подольше из-за я две хорошие новости могу сообщить потому что я так понимаю что холодный душ такого масштаба я физически ощущаю народ уже накрывается простынем и ползет в сторону кладбища подождите спокойно первое все что я вижу по Западу все что заявляет Запад они прекрасно это все понимают но они с решительными целями это понимают они не в смысле ну давайте тогда сдадим это Украину раз она там или половина Украины раз так не получается не 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 они как раз очень смотрите самый кого мы приняли ругать Киссенджер он говорит очень приятные для нас вещи гарантированно НАТО решен на вопрос понимаете насколько меняется в лучшую пользу стратегическая ситуация если мы вдруг возьмем и вступим в это самое искомое НАТО это просто ну это не знаю это золотой билет вытащите судьбы раз и навсегда хотя бы той части которая не оккупирована она будет значительной во-вторых там много всяких других бонусов а заметьте что начал делать Запад когда он осознал я вам больше скажу у Запада появилась стратегия в кои-то веки главным ее признаком является начало разгрома коррупционной составляющей в Украине вот этой вот которая есть и как бы совместное действие которое проводит там НАБУ СБУ ДБР вот совместно они же работают на подожди почему есть совместное действие СБУ и НАБУ они несколько криминальных проваджений во-вторых тут же вопрос какой мы не можем сейчас установить это попытка один процесс прикрыть другим или это там параллельное действие согласие согласие сагров почему ну мы же знаем ну не можем есть разные версии версии такие я назову даже версии первая запад начал громить наша вертикаль решила ну так надо замаскировать погромы своими погромами одна версия вторая версия запад поговорил и сказал ребята давайте хромить вместе это лучшее что вы можете сделать и они начали хромить эти здесь а эти начали хромить здесь и третья версия они честно хотят громить тоже а поскольку я знаю что такое Украина я вам скажу что все три сценария одновременно реализуются какой в чем-то этот в чем-то этот в чем-то этот скорее всего но суть в чем не в этом суть в том что начало наступление на коррупционную составляющую причем потоп чиновникам это для меня вернейший признак что они решили за неимением полноты своих ресурсов поднять ресурсную обеспеченность Украины за счет внутренних ресурсов чтобы меньше тырили и больше производили и было больше контроля и было больше контроля то есть они поднимают нашу способность противостоять на те проценты которые мы можем вытянуть или десятки процентов я не знаю на что они надеются то есть ребята Вам, например, для противостояния с Россией нужно 10 единиц. Давайте мы дадим 60, но вы как-то производите 7. Давайте хотя бы 27 сделаем, чтобы была большая составляющая. Вот они начали это делать. Для меня верный признак, знаете, в чем заключается? Что они приняли решение. Все. И сегодня саммит Украины ЕС. Курсуров ондерлейн говорит, что и парламент голосует. Да, принимаем Украину в ЕС. Не так все плохо. Не надо накрываться белой простыней. Нам вполне возможно движение в НАТО. И вполне возможно, что всяческие бонусы от ЕС. А кроме того, они нам ресурсно-производительность и ресурсная емкость внутри поднимают очень сильно. А какой украинец не мечтает о разгроме коррупционной вертикали? Простите, да мы все мечтаем. Прихода к людям нормальных людей, которые смогут обеспечить прибавочную стоимость, которую большую, чем мы до сих пор производили. И, соответственно, это цена. Запад предельно рационален. Он в этом смысле просто считает. Так, часть могут произвести украинцы. Сколько могут произвести? Ну, 27 единиц. А сейчас производят 7. Почему? 24 от коррупции или неэффективное государство. Так, давайте сейчас сделаем. Часть можем взять от российских репараций. Вопрос, какую часть и куда? Возьмем мы это. Часть можем дать сами на таких-то таких условиях. Давайте. Вот они себе ведут. То есть, позитивная новость заключается в том, что они решительно настроены. То есть, это не просто тупо поделить и отдать пол Украины, что у нас же у всех синдром Минска-1 и Минска-2. А так вот их не будет, сразу говорю. Они выступают с позицией силы в отношении России, прекрасно понимая, что освобождение полной территории все-таки под некоторым вопросом находится. И оговариваясь, это не мы говорим, это говорят первые лица Запада. Это не Арестович говорит. Вы сейчас, конечно, вырежете и покажете по НТВ. Вернее, по ОРТ, но на самом деле, как он там, первый канал ваш называется. И у нас во всех этих чатах, но это говорят западные, что у них генерал Милли это говорит. Он достаточно авторитетен для вас. С Толтенбергом. Он для них вообще никто. Да, С Толтенберг это говорит. Поэтому не все печально, проактивно. И больше всего мне радует, что начали громить нашу коррупционную вертикаль. Потому что без поднятия эффективности Украины, это, конечно, ничего не будет. Никакой Кореи, никакого НАТО, никакого ЕС, ничего не будет. Ну и возвращаясь к этому злосчастному докладу, вот если продолжать стрик позитивных новостей, то я могу поддержать тоже в том плане, что откройте этот доклад. Вещи, которые там предлагаются, еще разного можно интерпретировать. Ну там, например, вот одна из идей. Ну, например, можно спорить, там есть идея, типа, ну, там, вот Украина была бы нейтральной. С этим можно спорить. Ну, я считаю, можно просто вступать в дискуссии, говорить, что нейтралитет уже давно умер. Эта идея не живая на сегодняшний день, на данном этапе. Но есть там идеи вполне рациональные. Например, там предлагается, вот тоже у нас там считали, что это зрада, типа, оптимизировать санкционную политику, привязать санкции, ослабление санкций к выполнению России конкретных требований. А что тут плохого? Ну, это же, это задает правила игры для всех. Все начинают понимать, где, где путь выхода из конфликта. Так это, в этом все заинтересованы, мы заинтересованы, потому что мы же требуем от России определенных, мы же не говорим, что мы будем воевать, вот просто воевать, вечно. Не важно, что Россия выполнит. Завтра уйдет из Украины, мы все равно будем воевать до конца. Ну, то есть, мы же говорим, мы хотим, там, раз, два, три. Это для всех создает рамку игры, где все все понимают. Вот, то есть, санкции остаются, пока Россия сделает, там, раз, два, три, четыре. Так это отличная история. Ну, exit strategy, то, что называется. Да, то есть, это тоже выходы из ситуации, и все рады. Опять же, можно дискутировать о том, какие санкции снимать первые, какие не снимать, да, к чему привязать. Это вопрос дискуссионный, это нужно, чтобы Украина в этом участвовала. Да, но есть базовый консенсус. Есть стратегия выхода, а дальше уже нюансы, которые можно проговорить. Это гораздо легче, потому что подложка есть общая база. Да, то есть, в целом, вот эти доклады, они показывают, что на Западе начали вырисовывать контуры возможного эндгейма. Это хорошо, а не плохо, потому что, ну, это лучше, управляемость процесса лучше, чем... Резко эскалации снижается резко. Да, чем, то есть, и мы начинаем понимать их интересы, соответственно, открывается возможность нормально говорить откровенно, прямо и понимать, вот, что они хотят, что мы хотим, что россияны хотят, возможно, если они тоже... Ну, а я думаю, они согласятся, они ведут переговоры с Западом, все равно неформально. То есть, тут вопрос не в том, что там... Ну, короче, поэтому, да, то есть, балансируя начало нашего разговора, надо сделать один из выводов, это то, что это не катастрофа. Да, ну, по-моему, как бы... Это катастрофа ожидания, но не катастрофа для страны и общества. Да, это катастрофа ожидания, я согласен, это больше просто... Это, наоборот, куча, куча бонусов, судя по тому, что я вижу, начиная с их усилий внутри, так это вообще, как бы, да, наше все разбором корруппы. Джентльмены, я внесу еще немножко, как бы, свою струю, вот, вашу дискуссию. Ну, во-первых, вот, в развитии того, что говорил Алексей и, значит, Илья, я вот показывал уже немного картинки с вот этой мероприятия, где я был в Европарламенте, где, в том числе, и евродепутаты заслушивали, как бы, там, проекты по развалу России. То есть, там были представители от разных регионов России, вот, и там в конце была декларация о том, что пять регионов России заявляют, как бы, путь по поведению виртуальных референдумов, значит, на отделение, там, и так далее, и так далее. То есть, это было все в стенах Европарламента, вы только, ну, вы только задумайтесь. Я сегодня выложу несколько видео, я записал, там, значит, доклады, которые были от различных экспертов, вот этих вот представителей, саму декларацию по поводу отделения, ну, чтобы вы поняли вообще, вот, как это все выглядело, там, и что это, в принципе, в стенах Европарламента, как бы, прозвучало. Так вот, смотрите, Запад же, он очень системный, и он всегда разворачивает палитру всяких инструментов. И вот, с одной стороны, как бы, идут эти процессы, о которых, вот, мы говорили, а с другой стороны, разворачиваются, вот, процессы в духе того, что было в Европарламенте по поводу разделения России на 34 государства. Я вот поставлю речь Ильи Пономарёва, которая там прозвучала, в том числе, вы послушайте, какие там тезисы звучали, ну, вы будете удивлены. Вот, и, соответственно, это же тоже элемент игры, то есть, Запад показывает России, да, даже Европа показывает России, смотри, Путин, если ты будешь усердствовать, там, и дальше затягивать это все, и не будешь выходить на какую-то договороспособную позицию, то мы уже начинаем готовить веер вот таких вот вариантов, где предусматривается, там, в том числе, что на месте Калининграда появится, там, Кёнигсберг или Королевец, независимое Балтийское государство, вот, независимое государство Балтии, вот в такой коннотации это все обсуждалось, вот, или там появится Кубань, та же Юго-Россия, о которой мы говорили, там, да, и мы дальше, в конце будем разворачивать и показывать, вот, как он, как он на самом деле может быть очень стратегически полезным в Украине, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, вот, нужно смотреть на всю игру и на все, на все, на все процессы в совокупности, это первое. Второе, ну, Леша не даст соврать, вот, он любит, там, историю Израиля и вообще, как действует Израиль, вспомним, как Израиль, вот, развивался и как он защищал, вот, свои интересы. Значит, шестидневная война в 1967 году, потом война судного дня, когда она там была, в 73-м году, там, 6-го, 24-го октября, там, да, потом была в 82-м году, значит, битва в районе Регибека, да, 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 вот, когда там сотни самолетов участвовали, самая большая война была с использованием реактивных самолетов, там, после Второй мировой войны, там, сутки самолетов, там, это отдельная история, они, они впервые решили сыграть с подачи Ариэля Шаруна, решили сыграть, ну, там, в крупный внешнеполитический проект Израиля, единственный раз своей историей вмешаться в военной группировке и сменить правительство в Ливане, изменить расклад в Ливане. И провалились, кстати, не вышло. Так что 400 тысяч мобилизовали, можно было с ума сойти, группировочка, там, ты две с половиной тысячи танков заехала в этот маленький Ливан, да, 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 и так далее, и это, там очень много своих проб и ошибок, ну, прости, да, поправлю, извини. Не поправлю, да, доправлю, извини. Да, я это, вот я это все к чему говорил, то есть, я это говорю к тому, что Израиль на протяжении своего существования, там, да, 48-го года, вот, он прошел через целую череду войн, вот, когда каждая война заканчивалась тем, что сразу началась подготовка к следующей, и израильтяне ставили перед собой задачу, ну, как, как быть сильнее к следующей войне, даже если она заканчивалась, там, хуже, чем предыдущая, да, потому что у них были в том числе и поражение, как это было во время войны судного дня, вот, поэтому, ну, вот мы должны смотреть на нашу ситуацию с Россией, нашу войну с Россией и нашу проблему с Россией вот сквозь призму нашей длинной стратегии, которую вот мы в этом обзоре, который с Алексеем делали по поводу Юга-России, там, да, вот, она может, эта стратегия растягиваться на десятилетия, и мы должны понимать, что мы будем решать вопрос России и своего собственного переустройства и своего собственного, своей собственной интеграции в западный мир на протяжении десятилетий, вот, вот, вот просто мы должны понять это, принять, и тогда у нас начнется складываться пазл, что вот у нас не получится, и вот так вот, вот, кавалерийская, так, а здесь все и сейчас, как Скоропадский говорил, что украинцы, украинцы есть страшная черта, они хотят все и сразу, да, в результате потом получаем УНР и все остальное. Вот так и здесь нужно настраиваться на то, что предстоит огромное количество усилий, но ключевое, наша ключевая задача устоять, переформатироваться, и то, что говорил Леша по поводу того, что меня это тоже очень радует, что начинается вот просто слом вот этой старой коррупционной элиты, когда начинают их там с обысками приходить, трусить, да, может быть там где-то это фейковое, может быть где-то это, это выглядит как такая игра между силовиками там, которые показывают там видимость бурной деятельности, вот, где-то идет конкуренция между НАБУ и СБУ, потому что СБУшники понимают, что ого, там Штаты начинают уже серьезно запрыгать, поэтому нужно тоже как-то сохраняться и нужно думать о своих перспективах. И они тоже начинают как бы вот в такие игры начинать играть, понимаете, поэтому вот это хорошо, это тот тектонический слом, о котором я говорил после выступления Зеленского 21 декабря в Вашингтоне и что это начало. Есть как хорошо подытоживать, значит мы можем сказать, я уверен на 100%, первый запад принял решение стратегическое, а еще недавно вы констатировали, что у них нет рамки, вот как ты говоришь, от Гейма, выхода пока нет, но мне кажется, что приняли, ты знаешь, для меня начало слома, я гипотезу выдвигаю, на уровне гипотезы, для меня начало слома коррупционно-вертикально внутри, это признак общей идеи. Второй момент, тектонический слом, война таки привела к титаническому слому, вот его можно констатировать, потому что если начали громить коррупционно-вертикально в Украине, это самый тектонический слом, который могла привести война. Второй момент, посмотрим, как далеко зайдет и чем она кончится. Второй момент в том заключается, что Запад в агрессивной позиции по отношению к России, несоглашательской. И вот это рассмотрение в Европарламенте, тут же вариантов распада России, тут же смотрите, какой месседж они транслируют Путину. Они говорят, что дядя, в любом варианте должен быть рад и счастлив и хвататься за любой вариант, где ты вообще при власти остаешься, а Россия остается цельной конструкцией. Тебе нет жира, быть бы жива, и мы будем это доказывать. Смотрите, они как бы говорят, ну трудно взять Крым, но зато мы на 600% увеличиваем количество производства снарядов, каждая страна НАТО, для того, чтобы украинцам было чем стрелять по этому же Крыму, простите, и так далее. То есть это с позиции силы, и очень выгодно. Кроме того, мы выбрали кровью, выбрали очень многое. Запад, судя по довозу, рассматривает нас как одну из возможных точек роста у своих инвестиций. Это дорого стоит, это сложно, потому что с количеством сбежавшего перемещенного населения, восстановления и так далее. Но всякая стратегия, которая у нас планируется меньше, чем на 30 лет, это проигрышная стратегия заведомо. Вот пример Израиля можем привести. Они в 1948 год еле-еле вытягивают войну за независимость, еле-еле, там на кончиках пальцев. Останавливаются, потом они пробуют, у них вечная пограничная война, и они разные варианты пробуют, в том числе общественного устройства. Левый путь, левый социалистический, правые партии и так далее, дискуссия еврит-арабский, нужно ли вводить, они все это проходили. Потом они выводят мобилизационную систему, потому что понимают, что только огромное количество войск способно защитить все границы. Пробуют ее в войне 1956 года, когда франко-израильская операция «Мушкетер» проводилась против Египта и так далее. Свои достоинства и недостатки, по Синайскому полуострову это была в минимуме репетиция войны шестидневной. Потом шестидневная война, они берут Синайский полуостров, Египет начинает из Сирии, объединяются в общую арабскую республику, они начинают готовиться к ответу, реваншу, проводят операцию, Израиль теряет Синайский полуостров, почему Египет считает справедливой военной победой, потому что они вернули свою территорию, и музей войны есть, и победы и так далее. Потом они проходят очень тяжелую, вернее, проходят разный этап, в том числе своей, внешнеполитической в хорошем смысле, или в плохом, я не знаю, авантюры. А давайте-ка мы вторгнемся в арабскую страну и поменяем правительство, не все в нас вторгаться, правильно? Она тоже проваливается, потом они схлопываются, появляются левые партии, партии мира, они заключают два Кемпдевицких соглашения, Кемпдевицкие и Осло, которые в совокупности, наши этого не знают, которые любят премьер Израиля приводить, куда хуже, чем Минск-1 и Минск-2, там как национального позора не оберешься с точки зрения правых, и поэтому один из премьеров, Искак Рабин, поплатился жизнью за эти соглашения, заставил правый радикал. И они все это прошли, и вот только с недавних пор левые партии начали убывать в израильском правительстве, потому что они поняли, что повестка мира не совсем работает, надо другие способы баланса вести. И потом появилась Иран, они параллельно замирились с арабскими соседями, с королевским династией Персидского залива вступили в коалицию, американцы выступают внешним контуром, сложная игра с Турцией, возвращение игры с Турцией, с Азербайджаном возникло. В общем, разные геополитические контуры и проекты, это постоянно мигающая стратегия, которая должна исходить из реалии. И они чему научились, я же с ними дружу, я разговариваю, чему они научились, вот они в кондиции сейчас какой, и это азербайджанский вектор показывает очень сильно. Они научились тому, что, первое, динамика, то есть стратегия это всегда динамика, и второе, далеко не на все мы можем влиять. Они говорят, мы ничего не можем сделать с решениями турецкого правительства, правильно? Мы можем только учитывать этот фактор и менять этот фактор. Мы ничего не можем сделать с решениями иранского правительства, мы ничего не можем сделать с решением правительства США, с решением правительства Египта с решением правительства Объединенных Арабских Эмиратов, ничего. Индия, Китай и так далее. Мы можем использовать или не использовать. Так вот мы тоже в такой ситуации. Мы не являемся страной, которая может что-то делать с решениями чужих правительств. Максимум предлагать. Это Штаты могут делать. Мы не можем. И здесь нам надо научиться трезвости, длинной стратегии, которая постоянно адаптивна, динамична при заключении региональных союзов, общих союзов и настойчиво проводить стратегические интересы свои в жизнь во вечно меняющиеся обстановки. И вот если мы этот урок из войны усвоим, я скажу сейчас страшную вещь, не так важно какую территорию удержат россияне. Хотя это больно, там наши люди и все вот эти правильные слова, но мы сможем их забрать через 30 лет, если правильно все сделаем. Как немцы забрали Германию, правильно? Там это корейцы надеются объединить Корею и прочее, прочее. Но если мы этому не научимся, мы не только эту не заберем, мы на втором-третьем раунде потеряем то, что сохранили. Давай коснемся на конец этого эфира важного вопроса перспективы относительно пессимистических вариантов. То есть вот как ты их видишь, это неблагодарная история. Хочешь, чтобы я это озвучил и опять меня растерзали? Да. Я готов. Я хочу, чтобы ты это озвучил, а растерзают тебя, наверное, нет. Я уже не успокаивающе, я? Нет, ну смотри. Шучу, Коля, я назову. В чате просит. Можешь дозируй. Сколько можно кокетничать? Я прямо все назову. Да. Значит, оптимистический вариант. Нет, пессимистический. Пессимистический. Да, вот смотри, вот мы обсудили его и относительно перспективы. Самый пессимистический. Мы не взяли Мелитополь и не вышли на границы Крыма. И потом. Окупирована Запорожская область, оккупирована Донбасс, оккупированный Крым. Как дальше? Вяла текущая война, которая периодически, ну линия, 38-я параллель, периодически вспыхивают конфликты. Борьба с Россией на экономическом, спецслужбистском, информационно-дипломатическом фронте, они будут блокировать нам. Большие проблемы в Черном море экспорты, импорта не будут пытаться удерживать до конца, чтобы мы не занимались этим самым. Интриги и попытка перезаключить союз с Россией, начиная с серых зон или там с стран периферии, при всем уважении к африканским государствам, заканчивая тем, что Китай может сменить стратегию, например, решая проблему Тайваня, ближе сооткратии с Россией. В общем, риски возникают непредсказуемые и так далее. Но я оптимист в смысле той части Украины, которую мы не дали оккупировать, она будет значительной, это будет значительная территория Левого берега, где так все печально и так далее. У меня действительно, я всерьез верю, что у нас есть перспективы в НАТО и очень неплохие. Или, скажем так, перспективы гарантии безопасности почти сравнимых с пребыванием в НАТО или около того. Это да, это всерьез дискутируется, это известный фактор, они прямо об этом говорят, да статья, которая стала предметом обсуждения, топик стартером обсуждения, прямо об этом говорит. Даже самые пессимисты на Западе, такие пессимисты, которые говорят, что они реалисты, но не пессимисты, они говорят, конечно, Украина должна быть предоставлена гарантия безопасности. Это означает очень важную вещь. И это означает возможный выход из арабо-израильского сценария, когда арабы провели пять конвенциональных войн с Израилем, прежде чем убедились, что эта стратегия не работает. Нам же точно не нужно пять конвенциональных войн с Россией, правильно? Прежде чем они убедятся, что на нас это не действует, как бы, да, не получается. Лучше это остановить по факту после этой первой войны. А дальше начинается сложная борьба. Не военными средствами, но военное шахование. А еще проблема Белоруссии никуда же не девается, да, и много чего. Еще один признак обнаружил, что Запад принял решение, знаешь какое? Заявление президента Грузии. Это мирное соглашение Украины и России должно быть связано с тем, что Россия освобождает грузинские территории. А мы адекватно реагируем на заявление президента Грузии? Значит, грузины очень сильно на нас обижаются. Они говорят, ребята, для нас, Саакашвили, это ваш Порошенко. У вас куча к нему претензий, у нас тоже куча претензий и так далее. На что я им радостно отвечаю? Что коллеги, никто не вмешивается в внутренние дела Грузии. Все, что я хочу вам сказать, они меня очень любят цитировать, причем на уровне правительства. Я спасибо за доверие, я всегда о таких случаях говорю. Лидеры правящей парции обсуждают заявление ареста, учения. Я по-поднему понимаю, что я популярный человек, не до такой же степени. Так вот я хочу передать вам еще один привет и сказать очень четко. Дело Саакашвили, вы можете относиться к нему как угодно. Хотите считать нужным, судите, у вас есть обстоятельства. Судите. Но вам же не выгодно, давайте уже в Макеавелевске рассуждать цинично, вам же не выгодно, чтобы он умер у вас в тюрьме, чтобы вы никогда не отмоетесь от его убийств. Скажут же, что убили, понимаете? Подумайте на эту тему, просто отдайте его в третью страну, вылечите и судите на здоровье. Вот и все. Зачем вам, чтобы он умер в грузинской тюрьме? Это единственное, что я хотел бы сказать грузинскому правительству. А так они имеют право защищать свои национальные интересы, так как они считают нужным. Пожалуйста. И вот это присоединение, это для меня тоже признак, что Запад принял решение. Ни с того, ни с сего такое заявление. Вы понимаете масштаб этого заявления? А ну впишите в договор третью сторону, в ваш мирный договор. Нифига себе, я прецедентов не могу вспомнить. Ты знаешь, такие прецеденты? Грубо говоря, Корея мирится и говорят, а параллельно впишите Курильские острова туда. Ну что стоит? Это усложняет процесс. Усложняет. Но сам факт появления такого заявления, значит они что-то услышали, узнали. Я думаю, логика здесь такая, что это на долгое заявление. То есть я не верю в то, что в ближайшие любые переговоры по Украине будут включать грузинские или молдавские. Почему потом... А, Молдову, кстати, сегодня объявили. Да, ну я же почему-то вспомню. И Грузия, и Молдова. И в Молдове, и в Грузии присутствуют серые зоны, которые Россия в свое время создала, чтобы проецировать через них влияние. Понятное дело, что в любой стратегической борьбе с Россией эти зоны нужно нейтрализовать. Ну потому что, если ты хочешь победить, нельзя допускать... Убрать рычаги на доллар. Да, их нужно убрать и таким образом ограничить России пространство для маневра. Я думаю, вот в этом логика. Ну смотри, Киссингер же раньше говорил, что после этой войны, что не должно быть серых зон. То есть, и вот этот большой пакет, большая рамка, рамка большого какого-то... Потому что в этом суть сдерживание. Вот containment, сдерживание в западном понимании, это тебе надо максимально сузить коридоры возможностей соперника, закрыть его, да, там, ну вот вы не можете его разгромить, как там во Второй мировой, да, как пишут в докладе. Оккупировать, да, оккупировать. То есть, вот ты его закрываешь... И провести диндиноцификацию. Да, нейтрализуешь те точки входа, которые позволяют ему проецировать силу и, собственно, давить, и все. И как бы вот в этом вся логика. Но я думаю, что это процесс долгосрочный. 15 лет. Ну, слушай, но он же бурлит прямо сейчас. Конечно, он бурлит. Он декларируется сейчас. Потому что Россия ослаблена, все это понимают. Все понимают, что регион постсоветского пространства уже давно не... Ну, он переходит в состояние построссийского пространства в том плане, что Россия там будет одной из... Один из игроков, а не доминирующей силой, как это было 30, ну, 20 лет, допустим. Влиятельным игроком, но не доминирующим. Да, но не доминирующим. Все это понимают, поэтому вот эти все серые зоны, они перестают быть нужны, потому что, а смысл, если Россия ослабляется, так отлично. Плюс сами страны, Грузия, Молдова, там, Армения, да, то есть, которые понимают, что вот на их территории... У них есть крития... Из-за этих территорий, из-за этих серых зон, у них на шее вот эта удавка в виде критической зависимости от России, они тоже понимают этот момент и вкидывают вот такие идеи со своей стороны, мол, ну, они же понимают, что это шанс для них сейчас воспользоваться ситуацией, чтобы Запад им помог... Решить все вопросы. Так это же, да. И вот давай для финалочки визит Блинкина в Китай. Вот прямо сейчас, который, да, там актуален. Он уже поехал или поедет? Да, по-моему, вот он как раз. Он сейчас, я просто, я видел, анонсировали, но я... Это визиты госсекретарей США в Китай, они ничего хорошего в России не приносили никогда. Не, ну да, да. Не, ну по Китаю и Штатам пока, я же говорю, я подожду итогов, если они вообще будут, потому что обычно... Не выходят. Особенно, ну это больше и из-за китайцев, потому что они не любят вообще комментировать... Так, он не произошел, он готовится, он вот-вот-вот случится, он в начале февраля, это какие-то пятые числа типа, и Украина станет одной из тем визитов Блинкина. Ну конечно, станет. Ну короче, это понятно, что шум, но относительно, я имею в виду, что относительно повестки, то есть как бы может ли стать визит Блинкина в Китай точкой, где проговариваются вот отсутствие всех серых зон, как бы большой пакет с договоренностей, так ведь Блинкин вот, он же про это. Ну так, мы говорили же, Илья же говорил в прошлой передаче, когда мы здесь физически виделись, он, ты же сказал, помнишь, мы говорили по большой сделке, по G20, по G20. Да, между питанием штатами. Тут варианта два, вот Илья лучше, чем я повторить, ну могу, могу, чтобы напомнить, или это проложение холодной войны, вот как сейчас, вернее, переход в холодную войну, прокси-воины, все дела, либо это баланс неустойчивый без договоренностей, без правил, которые никого не устраивают. То есть они в процессе... То есть они в процессе торгуются в большую сделку. Да, и судя по визиту Блинкина, что он вот состоится, процесс продвигается, то есть, потому что я помню, ну начали же не, так сказать, не с той ноги, когда после инаугурации Байдена был же первой, первая встреча китайцев и американцев на Аляске. Да, очень такая, на повышенных тарах. Да, там все прошло плохо, да, и после этого, ну то есть, вот, а сейчас, судя по всему, как бы они, ну то есть, разговор идет, опять же, не надо ожидать от него чуда. Вообще, вот я просто заметил, у нас разговор просто свелся к этому, вот у Запада есть что-то, Запад что-то делает. Я просто всегда говорю, вот все хорошо, да, вот у Запада есть стратегия, вот сейчас они говорят с Китаем, все равно не надо ожидать чуда. Смотри, ну надо понимать стратегию, то, о чем говорит Алексей, что признаки стратегии есть, и очевидно, что стратегия такова. Давай теперь разворачивать хронологию этой стратегии. Итак, Блинкен сейчас едет в Китай, потом Россия, скорее всего вовлекается в эскалацию, скорее всего. С кем? С нами, здесь. Ну, идет наступление. Да, идет наступление. Завоевывает переговорные позиции. Потом мы мигаем, да, как бы, и потом все смотрят. Ну, вот такая стратегия. Еще, подождите, еще есть наше контрнаступление. Я сказал, мы мигаем. Да, да, да. Ну, стратегия выглядит следующим образом. Она рассчитана на много лет, насколько я понимаю. Значит, ее, как бы, главная цель следующая. Надо обрезать России в любые каналы, через которые она может получать или получает те или иные ресурсы для продолжения войны. Россия, в свою очередь. И даже, я бы сказал, для вас серьезного восстановления потенциала после войны. Да, то есть, под каналами имеется в виду партнерство ситуативное со странами, там какие-то рынки, типа китайского. Токсичные. Ну, серый флот нефти, там он же существует. Микрочипы, которые они, они же уже наладили импорт микрочипов до уровня прошлого года до военного. И он растет, в том числе и из Китая. Не только из Китая, кстати, чтобы никто не говорил, там Юго-Восточная Азия и, в общем, короче. То есть, вся логистика, все вот это, российская стратегия заключается в том, чтобы эти каналы сохранить их, расширить их количество и вот эти ситуативные партнерства, побольше их наклепать. Именно ситуативное партнерство, не союзы. Сейчас союзы с Россией невозможны, потому что она токсичная. Сверхтоксичная. Это очень, это очень, поэтому вот я, например, считаю, что российско-иранская сотрудничество, это не союз никакой, никакая не ось. Это абсолютно ситуативное, прагматическое партнерство, которое сложилось в определенный момент, в этих обстоятельствах. Вот в обстоятельствах, если бы не было войны, никакой бы передачи этих технологий не было. Ну да, в Сирии они, мягко говоря, не сильно дружили. Да они сейчас не дружат особо, ну то есть, поэтому вот Иран только сейчас разрешили, как это, с подачей Великой, подключить к нормализации турецко-сирийской. Вот Эрдоган выступал, говорит, ну ладно, так и быть, буквально Иран можно подключить. Ну то есть, они изначально вообще его внука оставили за бортом, и я так понимаю, что это, ну короче. Поэтому вот это как бы две стратегии, вот если очень просто описывать позицию Штатов и России, это не значит, то есть, это нельзя реализовать за короткое время. Это все рассчитано на вот годы вперед, и нам просто из этого нужно исходить. Прошлая американо-китайская сделка на сколько заключалась против СССР фактически? Ну вот, она реализовалась в Китае из страны, которая ну... 75-й. 75-й. Да, да, которая привела его ко второй экономике мира. Это все последствия этой длинной сделки. Ну вот, расчет был, ну сколько, ну на лет 30, стратегическое противоборство с Советским Союзом, пожалуйста. Примерно такая же сделка будет и сейчас. Да, поэтому, ну... Просто нам не нужно строить каких-то вот иллюзий, что вот сейчас за полгода все решится, мы будем летом в Крыму, потому что... Что можно сказать точно, что после этой сделки события ускорятся очень сильно. Вот это точно. Да, нам просто нужно быть готовыми адаптироваться, свои интересы адаптировать, не отдавать опять все на аутсорс и ждать, как мы делали до войны, да, мы просто отдали на аутсорс часть внешней политики и политики в области безопасности и просто ждали, что ну... Не-не-не, здесь надо кусаться и уже за свои интересы бороться и пополнить. Да, да и адаптировать свои интересы, включать их в эту повестку, понимая в чем она состоит. Да, это время согласования национальных интересов с интересами больших игроков, проактивное согласование. Благо, что общий баланс в нашу пользу западный. Они действительно агрессивно настроены и настроены на поддержку Украины. Я же говорю, верный признак – это разгром нашей коррупционной вертикальной. В идеале западу еще помогать влиять на незападные страны, потому что вот это то, чем, мне кажется, мы недостаточно занимаемся. Потому что... Мы можем и у нас есть. Конечно. Мы же пытались, Хлеба в Африку ездил, например. Да когда там проекция силы, мы же получаем огромное количество ветеранов, которые могут в стабилизационных операциях использоваться для... И не только, но... ...много чего другого. Банально поддержание политических контактов просто с разными странами, в которых, например, мы с которыми никогда не разговаривали – это уже хорошо, в принципе. Да, в африканской политике нет, в южноамериканской – ну, только появилась в южноамериканской политике вопрос, юго-азиатская политика тоже под вопросом. А должна была бы быть. Кстати, на Тищенко все смеялись и продолжали смеяться. Да. Но проблема в том, что... Он в отпуске был. Нет. Он действительно занимался. Он ездил во Вьетнаме и в Таилану. Формально ездил в отпуск. Но проблема в том, что... Уже Стефанчук поставил, мне кажется, две точки жирные. Да, я понимаю. Но попытка реализовать интересы неформальными способами... Первая попытка была с комом, да? Лучше по-другому. Смотрите, до Тищенко мне хотелось сказать, что мы абсолютно раскрыли все темы и смогли связать все то, что мы... Я к тому, что когда в следующий раз будем реализовать политику, надо как-то вот... деликатнее, деликатнее. Я скажу напоследок. Тут... Галина Золодько пишет. Вы нас готовите, что проигрываем мы? Галина Золодько. Представьте... Представьте... Сейчас я так думаю... Это был июнь. Июнь 1953 года. Корея, Сеул. Вот. Конец... Ну, почти подошла к колцу корейская война. Еще не известно о том, что как бы... Что идут переговоры. Точнее говоря, известно, что идут переговоры. Но уже начинают просачиваться какие-то там элементы. Что вот по 38-й параллели с чего все начиналось. С этим все закончится. Вот. И корейцы, которые там сидят или говорят. Они начинают это в газетах там... Прочитал их газету. Начинают в кафешках. Я не знаю, что там у них было. Потому что все уже захвачены было сначала. И потом только его отбили. Так вот. Они начинают обсуждать. Вы нас готовите к войне. К поражению. К тому, что все будет... Что будет слито там и так далее. Вот. А прошло сколько там... 70 лет. И сегодня Северная и Южная Корея. Абсолютно разные государства. Южная Корея входит в топ-10. Это золотой вообще как бы пример. Как нужно развиваться. И как нужно грамотно подходить к своему будущему. А Северная Корея находится там, где она находится. И вы сами знаете, что там никто не хочет жить. Вот. Поэтому перестаньте все мерять. Ну вот категориями там. Зрады или перемоги здесь и сейчас. Ну и наконец. Давайте просто поймем, что мы должны запрягаться. И играть в долгую. Вот. Люди путают окончание стратегии. Окончание войны с окончанием стратегии. Не, не, не. Это длинная история. Но много-много... Несколько десятилетий вперед. И окончание войны не означает окончание борьбы Украины. Там за свою самость. За рост и все остальное. И борьбы России за свою самость. Да даже если... Но даже если мыслить локально. Вот в рамках полугодия. То Запад прямо безоговорочно. Ну уже всеми открытыми путями. Готовит Украину к мощному контрудару. Который должен нивелировать российские возможные достижения. В результате вот сейчас наступления их большого. И поставить Украину в сильную позицию на переговорах. А Россию слабую. Ну чего же еще в конкретных обстоятельствах? Какой проигрыш? О чем вы говорите? Мы вас ни к чему не готовим. Мы вам прямым текстом говорим вот уже час. Что мы еще не победили. И вполне вероятно, что это все просто растянется. Во времени. И Запад это уже понимает. И поэтому они... И принимает меры. И они поэтому прямым текстом об этом пишут. То есть вот и все. Заметьте, вот прямо вот... Что меня убедило два года в большой политике? Не только у нас, но я насмотрелся. Большинству заявлений политикам можно и нужно верить. Они говорят как думают. И Запад говорит прямым текстом. Украина должна... Что? Не должна проиграть. И должна быть в сильной позиции на переговорах. Ну это максимум, который они способны обеспечить сейчас нам. И в рамках большой сделки, учитывая Китай и так далее, смотрите на все это с этой точки зрения. А я хочу сказать и добавить, что всем, кто нас смотрит, что эфир этот чрезвычайно иносказательный. И нужно уметь вообще учиться читать между строк, читать сигналы. самым разным образом их пытаться интерпретировать и понимать, что... Мы тоже говорим правду. То это не просто правда, которая говорится, но еще и сигнал, который нужно уметь читать. Такая штука. Восточная мудрость Куса, она выразилась в этом всем. Хорошо, друзья, я спасибо всем. Скажу спасибо Алексею Арестовичу, Илье Кусе, Николаю Фельдману и мне, кто сумел в общем-то выкроить кусок, чтобы выйти в эфир. И призываю вас распространять этот эфир со всех каналов, где вы его увидите, анализировать, не паниковать. Что такое украинцы? Вот сейчас начнется. Куса, Арестович, Романенко и Фельдман спрогнозировали поражение Украины. Вот они тут написали. Хоть кул на голове тешит. Имеющие уши да услышали. Всем спасибо. Юра, спасибо тебе, что ты с нами тоже есть. Ждем тебя наконец-то уже здесь, чтобы все это наконец съесть тортик. Я уже еду, я уже рядом, так что скоро буду. Феты, пожалуйста. Все, всем пока.